Меня зовут Ирина Константиновна Тахадзе, и нынешняя лекция посвящена античности, появлению науки. Я уже рассказывала две лекции, так получается, что они касались более поздних периодов появления первой и второй научной революции. А здесь речь пойдет о появлении науки. Но я буду рассказывать не только про античность, а еще и про дверьевний мир, то есть не только про мужчин в тогах и хитонах, которые здесь изображены, и которых можно попробовать идентифицировать. Я всех не смогла лично. Итак, научные знания. Вот у нас есть четыре разных этапа. Это появление научных знаний, появление науки, появление науки в современном смысле слова и появление современной науки. И это все разные этапы. Вот о третьем и четвертом этапе я рассказывала раньше, ну как бы по времени чтения лекции. Значит, наука в современном смысле слова появилась где-то между Коперником и Ньютоном. Конечно, речь идет о физике и астрономии. И в этом случае у нас появился эксперимент или наблюдение. Ну, с Солнцем эксперимент не поставишь. У нас есть гипотезы. И для того, чтобы доказать, что гипотезы верны, мы ставим какой-то эксперимент или какое-то предположение. Например, вот Галей сказал, что появится комета в такое-то время. Вот она примерно в такое-то время, там, с точностью до месяца появилась в такой-то части неба. Вот хорошо, предсказательная сила доказана теория Ньютона. И физика, значит, вот где-то к началу XVIII века этими свойствами стала обладать. А вот современная наука, по крайней мере, касаемо физики, это то, что современная физика, которая появилась в первой половине XX века, и изменение в методологии было связано с тем, что старые теории, у нас появились новые фундаментальные теории, но старые теории при этом не были отброшены, классическая физика осталась, только мы теперь знаем, где и когда ее можно использовать. Но я говорю о физике, которая вот стала наукой где-то в XVII-начале XVIII века. А другие науки науками становились несколько позже. Ну, математика тут понятна, у нее эксперимента нет. Химия где-то к концу XVIII века. Биология, ну вот, в принципе, наукой она стала тоже где-то в XVIII веке, а точной наукой к концу, уже где-то к середине XX века, когда появилась генетика. А, например, такая наука, как история, вот до понятия точных наук, то есть точных наук в смысле наличия эксперимента, предсказательной силы, она так и не поднялась. Если кто-то читал Азимовское основание, ну, может быть, где-то там через 20 веков кто-то появится, Харри Селден, который это придумает. Но в данном случае мы что делаем? История все равно наука, она занимается тем, что собирает факты. Именно этим, кстати, и занимались люди в древности до того, как вот появился, ну, не совсем Коперник, но скорее от Кеплера до Ньютона появились ученые. То есть, почему мне сейчас так нужна наука-история? Потому что история науки, это тоже, в общем, касается истории. И если изучать историю науки 17 века, то есть, ну, там есть проблемы, что где, знаешь ли, ты латынь и какие-то другие языки, но нету проблем с источниками, они все существуют. То есть, с тем, чтобы изучать науку более древнюю, проблемы есть. Вот римская наука, с ней проще всего. Как ее придумали, так она все время существовала. Может быть, в Европе было 5 человек, которые понимали, что это там такое было. То есть, сидели там переписчики в монастырях, но эта наука все время стала. С греческой наукой чуть сложнее. Некоторые авторы исчезали, некоторых очень сложно переводили на разные языки туда-сюда, но, в принципе, она тоже была. А вот, например, про Рим, простите, про Египет и Вавилон известно было знаметно меньше. А уж расшифровка письменности, то есть, ну, латынь-то вообще не было проблемой, да, начала 20 века образованные люди вообще учили. Ну вот, а, например, какой-нибудь египетский язык, он был просто забыт. И уже в 19 веке, 20 веке это все расшифровывали. Но даже еще находили эти артефакты, научились. Историки сейчас очень точно могут определять артефакты. Я недавно смотрела передачу, что изразцы, то есть, кирпичи, которых вот, значит, в печи их запекают, да, они с точностью до 20 лет можно определить, до 10 даже, год. Правда, речь шла о 1000 году нашей эры, ну, я не знаю, насколько точностью это касается, вот, и Вавилона, и древнего Египта. Но в любом случае есть множество методов, которые, правда, конечно, касаются каких-то частей. Например, есть метод углеродный, который может быть там, где есть углерод, то есть, органика. А есть аргонокалевый метод, то есть, вы видите, метод с кирпичами. То есть, каждый, они могут определить, когда это было написано. Если, конечно, у нас есть артефакт. Есть лингвисты, которые тоже довольно много могут сказать что-то о времени написания. И это очень важно, если, вот, я говорю, мы говорим о Египте, Вавилоне, и тем более, еще более сложная проблема. Возникает с Китаем и Индией, про которую я потом скажу в какой-то момент все вместе, потому что там еще проблема накладывается на то, что изучение этого вопроса связано с проблемами колониализма, колонии, в общем, метрополии и колонии. То есть, западный взгляд на мир, он как бы ставится под вопрос. Вот, например, встречало такое, что в Африке была, ну, не считая Египта, конечно, вот в Черной Африке была физика. Почему? Ну, вот, как бы, у вас же есть лук и стрелы, а это физика. Но тогда и европейцам надо считать физиками вовсе не Ньютона, а вот человека, который придумал как бы лук и стрелы. Все-таки как-то надо осознанно все это делать. Или там расскажут, что женщинам была неинтересна физика, потому что они там каких-то их другие вопросы интересовали. Ну, интересовали, но физикой они не занимались. Я не вижу в этом какой-то проблемы. Поэтому тут такие проблемы иногда бывают сложные, потому что вообще, я уже про это как-то рассказывала, что историей науки занимаются представители аж целых трех специальностей. Это ученые. Ученые в том смысле, что мы изучаем историю чего? Медицины, физики. Это люди, которые, историки, которые могут прекрасно разбираться в артефактах, но они не представляют о том, что вообще вот это значимо или нет, с точки зрения вот той же физики или медицины. А третье это вообще философы. И как бы вот все вместе собрать иногда очень сложно. Поэтому взгляд, скажем, историков, он интересен одним, а взгляд ученого другим. Я сегодня, конечно, меньше буду рассказывать о физике, чем обычно. Довольно много об астрономии, о медицине, еще о некоторых специальностях и о математике. Потому что математика, конечно, именно развивалась. Ну, потому что именно древняя наука, там не так много было физики. Вообще сегодня будет больше разговор о науке. Хотя, конечно, о физике я буду говорить больше, потому что я понимаю, о чем вообще тут идет речь. А то, что в биологии, как бы я могу сказать, что было известно вот такой-то список. А в чем в этом смысл? Это, конечно, значительно сложнее. Итак, вот как я сказала история. Например, в Месопотамские таблички математика вот был книжка 1935-1937 года. Это перевод клинописных табличек. То есть открытые в 19 веке клинописные таблички, они были, значит, вот расшифрованы, поняты. Потому что понять это не так просто. И как-то вот появилось понятие о вавилонской математике. А до этого ее вообще не было. Неизвестно было, что они там делали. Или есть замечательная, превеликолепная харабская культура в Индии. Вот 2600-1900 год. Известно, что у них есть зеркала. Вот зеркало, если не самое харабское, то какое-то похожее на него. И видно, что оно действительно очень даже неплохое. И вот при этом у нас нету письменности. Она то ли ее вообще нету, то ли она не расшифрована. Там очень непонятные значки, даже непонятные, если письменность. И мы об этой харабской культуре можем судить только по артефактам. Поэтому как-то вот она нам не удастся. А вот вещи, например, Месопотамии, 4 век до нашей эры. Еще, видите, тоже очень крайне интересные вещи. А пока не расшифрованы. Письменность появилась позже, и мы ничего не можем про это сказать. Поэтому, конечно, все-таки, когда даже мы говорим о неких научных знаниях, они были еще до изобретения письменности. И об их развитии судить очень сложно. По артефактам. Ну вот, да, кстати, насчет историков. Я вот выделила просто, хорошие картинки попались. Да, не обращайте, пожалуйста, внимания, там мелким шрифтом кое-что написано. Это просто ради сохранения авторских прав. Потому что если я беру картинку из недавней изданной книжки, ну, мне надо на нее ссылаться. Поэтому не пытайтесь это расшифровывать. Все, что значимо, будет написано довольно крупно. Так вот, значит, культура Кловис. Это такая очень недолго существующая культура в Америке. Так вот, видите, чем люди занимаются? Экспериментальной археологией. Такое не только касается, конечно, этой культуры, но здесь вот они достигли больших успехов, потому что прямо вот делают такие же, как найдены, такие же устройства. Ну, какие-то вот ножи, да, что-то думать, а для чего их можно использовать. Но если вы уже их сделали, можно попробовать их для чего-то изготовить. То же касается многих других вопросов. Когда говорят, ой, ученые не знают, как строили египетские пирамиды. Да, они знают, потому что у них есть несколько вариантов, как это можно сделать. И надо найти еще какие-то доказательства, что именно вот ваш способ, он годится. Тогда можно было построить пирамиду. Я уж не говорю, что физикам должно быть понятно, что пирамиды самые простые устройства на самом деле. Они, конечно, огромные, но с точки зрения физиков очень простые. Поэтому пирамиды были много где. Так что тоже есть такая интересная экспериментальная археология. И к ней, кстати, может, редко, но используют экспериментальную науку. То есть вы, когда видите описание, вы знаете, а может ли это получиться. Потому что, ну вот он поставил эксперимент, мы же можем четко сказать, что же в нем должно, что получиться было. Ну, правда, иногда бывает, что человек-то получалось одно, а видел он другое. Ну, говоря об Америке, вот можно сказать, что существуют тоже разные интересные издания, которые, кстати, очень сложно, кажется, геометрически построены. Я просто перевела пример Америки, потому что про Америку я почти не буду рассказывать. Америка немножечко находится дальше. Вот даже алфавит первый появился в первом тысячелетии до нашей эры. И научных знаний здесь практически почти-почти вот самый конец периода. Потому что как? Я буду рассказывать о событиях до падения Римской империи в 476 году. Для остальных стран античность не имеет такого смысла. Но чисто условно я буду говорить о 500 году нашей эры. Ну, кроме тех событий, которые прямо оказались на стыке. Ну, одного-двух. И поэтому вот в Америке в это время, если что-то и происходило, то доказательств этого у нас все-таки нету. Ну, хотя бы научных. То есть вот где у них была наука? Почти нету. В отличие от других стран. Ну, вот два величайших изобретения, которые произошли до того, как их кто-то смог записать. Это колесо и письменность. Вот здесь замечательная повозка, которая у родителей Эхнатона. Или Аминхаттона. Да, по-моему, Эхнатона. А, значит, ой, родители, у бабушки и дедушки. А ниже это сирийское колесо. Конечно, колесо для много чего используется, но считается одной из самых величайших изобретений. Другое изобретение – это письменность. Ну, без него вообще как-то сложно было бы говорить о науке. Письменность, считается, была изобретена не менее трех раз. Вот я уже говорила про Америку. В Китае она была изобретена. И 5200-5300 лет назад она была изобретена. Ну вот это иероглифы 5200 лет, а клинописи 5300 лет. Были ли они связаны или нет? Ну, может, и были связаны. Это близко и по времени, и по пространству. Но вот одно изобретение было всего один раз в истории. Это изобретение алфавита. 3500 лет назад примерно, и вот один из, ну, видимо, первый алфавит, или какой-то один из первых, протаханаанский, потому что алфавиты всегда можно быстро заимствовать. Все остальные алфавиты были созданы на основе, уже люди либо использовали этот алфавит, либо просто знали об этой идее. Был в XIX веке случай с одними индейцами, когда просто индейцу одному рассказали, что вот есть такая штука, и он просто сам создал алфавит совершенно независимый, но зная и вообще видя английский алфавит, конечно. Поэтому вот сколько не есть алфавитов, они все разные, они все непохожи, может быть, некоторые связаны, некоторые нет, но они все основаны на том, что вот у вас один раз появилась такая замечательная идея, но кто не верит, что замечательная, может попытаться выучить китайский язык. Вот китайцы как-то упорно, по-моему, сопротивляются, все-таки у японцев есть алфавит. Вот, и это действительно довольно сложное занятие. Ну вот Древний Египет. Итак, в Древнем Египте было очень много всяких интересных изобретений. Вот, например, шадуф 2000 лет до н.э. изобретенный, это такое колесо, которым вы можете поднимать воду, что для Нила очень важно. И здесь я просто привела некоторое количество картинок, их можно рыть очень много. Единственный недостаток, вот на нижней картинке есть какой-то текст, а чаще всего эти картинки отдельно от текста. Поэтому надо посмотреть на эту картинку, найти артефакты, найти какую-то запись и понять, чем они там занимались. Но, безусловно, и древние египтяне очень много всяких ремесел знали, умели и много чего могли сделать, и собрать урожай и так далее. Но нас интересуют все-таки более научные данные, которые мы привыкли считать, а не ремесленные. И здесь у нас есть замечательный человек по имени Мхотеп, о котором вы можете увидеть два его изображения. И можно задать вопрос, какой же Мхотеп все-таки соответствует реальному? И, в общем-то, никакой, потому что в одном случае это кино, которое было снято через 5000 лет после его жизни, а другое это некая фигурка через 1000 лет после его. Но факт то, что это первый человек, первый ученый, чье имя известно на данный момент. Он жил в 27 веке до нашей эры, то есть почти 5000 лет назад. И в том числе придумывал, создал, известно, что первую еще ступенчатую пирамиду Джосера, то есть это вот до великих пирамид была такая вот первая попытка. И был еще врачом, жрецом, много чего делал. Но вот это первый человек, который занимался наукой, какой-то наукой, пусть и прикладной, чье имя сохранилось в веках. Хотя, конечно, чаще всего более поздних мифов. Далее у нас есть египетская медицина. И замечательная вещь, у нас есть папирус. Все папирусы называются так условно, по имени, кто их купил, где они лежат. И 1850-й год до нашей эры. Знаете, это точно, известно, там плюс-минус несколько десятков лет. Там есть ветеринария, гинекология. Следующее, вот есть несколько папирусов 1550 года до нашей эры. Считается, что они ссылаются на 3000 лет до нашей эры. Но в любом случае, даже если это 1550, это уже много, это уже хорошо. Вот мы будем говорить о китайцах, там все очень сложно, в каком году происходило. И известно, что много чего интересного вот в этом случае есть. Вот тут на правой табличке просто написано, какие у них части тела. Они же занимались мумификацией, поэтому они как раз очень неплохо знали, из чего человек состоит. И у них, то есть, наличие названий для внутренних органов говорит, что они знали эти внутренние органы. Ну и разные интересные картинки, как вот это делали. И в том числе, кстати, у них была пластическая медицина, например, носы наращивали. Но считается, что это потому, что в некоторых странах носы отрубали, если вы преступник. А не дай бог у вас травма случилась, вообще неприятно. И врачи были маги, жрецы и миряни трех типов. Но, значит, да, известные списки лекарств, как их делают, но есть проблема. Я, например, читала про одно лекарство, про которое непонятно. Вот известно, из чего она состоит. А что в результате получается? То ли щелочная среда, то ли кислая, то ли твердая, то ли жидкая. Вот нынешние ученые, там даже написано, для чего используют, не могут понять, как. Как это можно использовать? Конечно, не все понятно. Но сама по себе идея, что вы что-то делаете, и какая-то у вас практика есть, и она записана, она существует. Я, кстати, хочу сказать, что традиционной медициной не все так радужно, как иногда любят рассказывать. Вообще, альтернативная медицина, которая работает, называется медициной. Люди, конечно, все взяли. Потому что известны случаи, когда, там, не знаю, палату рожениц в Африке обрабатывают. Может, не в Африке, но в какой-то стране точно навоз обрабатывают. Что, в общем, никак не способствует хорошему количеству, хорошему рождению детей и так далее. Ну вот, наши мамы это делали, наши бабушки это делали. Поэтому здесь все-таки интереснее, когда у вас что-то есть записанное. И вот, кстати, понятно, когда оно все-таки появилось, и можно как-то следить за тем, как оно менялось. Хотя, как раз в Египте и Вавилоне как раз почти ничего, изменения были довольно маленькие. Особенно это касается математики. Что интересно, Египет такая необычная страна, в которой происходит раз в год, значит, разлив Нила. Вот у них есть специальные, значит, способы это определить, такие нилометры, где они определяют, сколько там воды. Потому что это определяет все сельское хозяйство Египта. Правда, тут есть вопрос с Ассуанской плотиной. Ну, по крайней мере, до этого момента вообще Египет был житницей. И он огромное количество этих, ну, при разливе распространялся. И вот то, что было, вот это распространялось, там были то, что всегда был разлив Нила. В места, которые вот как бы с некими сложностями были с этим разливом. И от этого зависела ценность этих земель. И происходило это раз в год. Им надо было очень четко знать, когда это происходит. То есть вся жизнь государства была связана с этой датой. И она была связана с Сириусом, который самая яркая звезда. Поэтому они придумали там и богиню, которая за это дело отвечала. Вот. И, то есть, ну, как бы вот все про этот нил. А, значит, то есть наводнение один раз в год поднимается в апреле, отступает в июле-августе. И тут они заметили, что у них есть 30-летний месяц. Месяц же связан с фазами Луны, а это 28-29 дней. И поэтому календари не сходятся. И вот это они заметили, но как-то вот ученые, я не нашла четкого мнения, что они все-таки сделали с этим делом. Потому что, ну, получается, что правильное начало года у них должно было быть один раз в 1460 лет. Поэтому это какая-то довольно сложная проблема была. Не очень понятно, как они ее решали. Потому что четко они знали, когда у них нил. И когда с Сириусом знали вот некие особенности его, и разлив нила знали. И с этим считается, что связана еще и геометрия. Потому что надо было делить куски, ну, по крайней мере, Геродот так утверждал, что надо было делить куски территории, и отсюда у вас получался нил. Вот, поэтому, ну, вот, очень-очень важный момент был с этим связан. И у них появился первый лунно-звездный календарь. Хотя, в принципе, календари есть у всех, даже у австралийских аборигенов. Вот, хотя у них и письменности нету, и жили они до недавнего времени в каменном веке. Что, в общем, связано с очень скудностью ресурсов в Австралии, как ни странно. Потом появились некие диагональные календари. Ну, потому что, вы понимаете, вот очень сложная же система была. И они тогда использовали систему плюс 5 дней. Да, это нормально, 3,65, но помните, в году 3,65 и 4, и четверть. Вот в этом вся основная проблема. Решить проблему несоответствия года и месяцев-то можно. А вот эти 4, четверть шла как-то очень с большим трудом. А потом расскажу, когда, наконец, ее решили. И кто. Вот, срединное царство вы можете найти особенно, ну, каких-то, наверное, скорее всего в могилах, да, вот больше всего в могилах сохраняется. Вот такие интересные диагональные календари. Есть астрономические потолки. Вообще систематические наблюдения, известные с 3100 года. Вот, и такие какие-то вот наблюдения, где можно тоже шифровать, что-то связанное с астрономией, они вот популярны были в новое царство. Ну, это такое деление Египта на разные царства. Вот, так что, да, и есть папирусы математические. Вот мне безумно понравилось, как они умножали. Они вот, например, вам надо умножить 22 на 60. Что они делают? Они берут 60 и умножают на 2, на 4, на 8, на 16 и так далее. Пишут, ну, понятно, это можно сделать, складывая. А потом говорят, 22, это что? Там 16 появляется, да, вот, тоже записав степень и двойки, мы видим, что ближе всего это 16. Тогда берем 16 умножить на 60. Остается 6. 6, это значит 4. Еще двойка. И вот еще более сложным образом они делили, используя вот такой метод умножения на 2. Вот это можно узнать с папируса. Также известно, что у них площадь круга довольно близка к реальной. Почему такая точность? Скорее всего, в виде какой-то дроби там было записано. Причем, видите, 550 год до нашей эры, но считается, что это более длинный, старый переписанный учебник. Сказать сложно, все-таки тут какое-то предположение. Но даже 1550 год, это опять же до нашей эры, это очень давно. И здесь можно говорить, какая математика. Вот еще один московский математический папирус, где вот есть вот такие разные интересные картинки. Видите, если более точно посмотреть, то прям нарисованные всякие интересные фигуры. и площадь кривой поверхности получается вот 256 на 81, что примерно 3,16. То есть мы можем судить об их математике. Там есть разные интересные задачи, напоминающие, как вот брали там такие задачи, что у вас есть какое-то там количество людей, и кто-то там, если вы на одного человека меньше возьмете, то будет столько-то и столько. Ну, в общем, такие задачки, которые, наверное, решали где-нибудь в классе четвертом, вот у них такие задачи здесь можно найти, ну, конечно, записанные через их идеи, да, там, значит, чего-то там поменяли, и количество стало на два меньше. Вот это вот такое у них есть, и длинные записи всего, как они это решали. Можно вот судить, как у них появилась математика. Я вот недавно встретила, что почему-то Пифагору при умножении нет. Умножение точно знали в Древнем Египте. Ну вот, это Египет. А Египет, причем, вы понимаете, что вы знаете, что есть такое государство, оно даже там же примерно и находится. Чуть-чуть поменялся состав, но Египет имеет четкие границы по Нилу. Поэтому Египет, он как бы существовал вот, сколько получается, 5000 лет, даже больше. А в Передней Азии находилось огромное количество государств. Там и Лидия, и Мидия, Сирия, Хеты, Урарту. Я даже вот просто боюсь что-нибудь тут сказать. Персия потом, которая теперь называется Ираном. Все это вместе существовало, и, конечно, выбрать это государство очень сложно. Но всегда центром научной, культурной жизни был Вавилон. Поэтому говорят о Вавилоне. Примерно тогда же появилась клинопись. Клинопись чем тоже хороша? Ну, египтяне вообще, конечно, заботились об археологов, я бы сказала. Они все это делали прямо на храме, потратили время, а потом все сохранится, если вы, значит, на стенке это сделаете. С папирусами, как видели, состояние папирусов несколько сложнее. Вот есть, например, замечательные папирусы о первой забастовке, которая произошла там в Египте при строительстве пирамид. А конца, чем кончилось, неизвестно. Просто обидно очень. Поэтому клинопись вот тоже есть. Клинопись – это когда убрали некую глину мягкую, потом вы на ней что-то писали, и потом эту клинопись в печь клали. И тогда эта клинопись у вас существует и много веков. Если кто-то ее не разрушил специально, то она сохраняется. Ну и, в общем, эта Вавилонская клинопись существует. Может, не все периоды, но достаточно много, поэтому можно о ней судить. Именно в Вавилоне, как считается, появились знаки Зодиака. Ну вот развитие это было во втором тысячелетии до нашей эры. И уже к 8-7 веку до нашей эры известна экстраполяция движения планет. Кроме ремесленных вещей, они стали интересоваться чистой теорией уже немножко. Да, то есть у них было ремесло отдельное, и чистая теория вообще никак ни с чем не связана. Вот так вот немножечко еще, уже как-то шли к вопросу фундаментальной науки, но не совсем дошли. И наблюдение затмений известно, вот строго известно, вот такой период, не очень древний. А и в 7 веке появились первые предсказания затмений. Ну и вот мавилонская медицина, вот этот какой-то, она есть и в законах Хамурапи в 18 веке до нашей эры. В законах Хамурапи тоже на стеле, поэтому тут четко, причем я так поняла, что они, наверное, не одна эта стела была, потому что надо было всем эти законы сообщить. Поэтому о них мы знаем очень хорошо, и на них все время ссылаются, вот в 18 век до нашей эры. А среди тысяч табличек, которые посвящены медицине, есть вот такая табличка, что надо сделать, значит, вот смешать некие растения, но видите, здесь не сказано сколько. А мыть кремки пивом, растереть составом, ну как-то можно, конечно, попробовать. Ну, в общем, если, наверное, знать, что такое это, много, но как-то непонятно, все-таки в наше время все-таки пишут довольно более подробное ноу-хау. Ну и само описание какой-то болезни тоже есть, что, видите, через злого демона, и у них даже были не просто это некие слова, а у них даже приходил врач в костюме демона, и там что-то изображал. Хотя, с другой стороны, при том, что это демон, тут вполне себе описывается, что произошло, что там человек стал, скажем, симптомы-то описаны. Симптомы описаны, и опять же, кроме вот этого, наверное, все-таки не только приходил врач, хотя, может, это и помогло. Есть же у нас принцип белого халата, да, даже есть такое, что давление повышается, если у вас врач или медсестра у вас мерят давление. Поэтому, может, и у них как-то они тоже несколько вот на этого мага действовали. Ну, по крайней мере, давали какие-то лекарства, и некоторые из них, может быть, и действовали. Ну, вообще считается, что смысл к врачу стал обращаться где-то в 1850-м и 1920-м. Но это в среднем, потому что есть вещи, типа лечения ран, которые давно имели смысл. Мавилонская математика. Вот известно, что первые математические символы были в 3000-м году до нашей эры. Вот был такой способ. У них 60-ти речная система. И мы эту 60-ти речную систему знаем, потому что у нас 360 градусов. И у нас 60 минут, 60 секунд. И секунду придумали в Вавилоне, хотя как единица измерения времени, она мало смысла имела, пока часы не изобрели. У них есть, значит, пи тоже вот очень неплохо. И у них в книжках есть всякие непрактичные задачи, то есть просто такие абстрактные. И даже они писали на своих табличках, что ум, который не знает счета, обладает ли интеллектом. Но тут, правда, может, не совсем о математике речь шла, о такой абстрактной. А дело в том, что писцы появлялись. И писцы все это записывали. Но почти всегда писцы начинают с математики. Когда у вас есть государство, вы должны же людей налоги брать. Сколько чего взять? Поэтому всяко у них появлялись меры некие. Не всегда понятные нам уже. И появлялись какие-то способы посчитать. И, например, известные цивилизации типа Инской, у которых есть замечательные в Перу системы счета, какие-то даже такие специальные, типа Шарфика, где записаны огромные числа. Но при этом у них не было письменности. Так что ничего удивительного, что счет считался самым главным для грамотного человека. Известны так называемые пифагорийские тройки. Это когда числа составляют треугольник Пифагора, прямоугольный треугольник. Вот аж с 1700 года до нашей эры, конечно. Ну и гномон очень интересный способ. Это можно определить первые солнечные часы, определение календаря, меридиана. Но здесь мы уже идем в Грецию, потому что вавилонские знания более и более закрыты. И еще и отсутствовали. Помните, математика, например, еще и 100 лет нет, как вавилонская математика стала известна. Поэтому все у нас скорее идет из Греции. Но там очень часто развили эти идеи. И как бы именно в Греции и считается появилась наука. Ой. Так. И вот два самых главных государства, которые существуют. То есть Греция, вот видите, тут карта Греции, она состояла из огромного количества островов и архипелагов. А еще были всякие колонии, где угодно. Даже в Крыму, там в районе, в Африке. Вот. Значит, и вот эти вот, ну из-за того, что такой сложный рельеф, да, очень много всяких бухточек, в общем-то, Греция не была единым государством, а состояла из множества мелких. И два самых известных государства, это Спарта и Афина. Вот Афины, значит, выделены у меня сереньким, а Спарта красным, но тут, может, не очень видно, что Спарта не островна, она не находится внутри Греции. То есть Афины на берегу, а Спарта нет. Ну и тут несколько утрировано, и опять спустя много сотен лет, есть изображение. Одно из фильма, а другое из фрески Рафаэля. То есть спартанцы, это такие бравые ребята, значит, с криками, я и спартанец, а афиняне, это люди, значит, многоразбсуждающие, размысляющие, и, в общем, не очень военные. Но тоже не совсем так, потому что у них был флот, они воевали. Ну вот более такая точная картинка Афины и Спарта. То есть Афины, это огромная там архитектура, это храмы, это научные учреждения. Ну, тогда еще не совсем они были, скажу, как они выглядели, ну, какие-то размышления, дебаты, суд. А вот Спарта, где, в общем, существовали только два царя у них было, и, в общем, вся жизнь была посвящена вот этой войне, и как бы все не интересовало. И надо отметить, что Афины, вы, наверное, знаете этот город, он столица Греции, а Спарта есть. Там живет 16 тысяч человек, и это считается одним из самых консервативных городов Греции. Ну, то есть там ничего не сохранилось, то есть они, конечно, в том месте устроили новое поселение, но согласитесь, что не то количество народов. Почему так произошло? Ну, вообще их как бы интересовала все время война. Есть много мифов про Аспарту, ну, вот, например, про, да, у них был лаконичный язык, как, например, мать отправляет сыну на войну и говорит на щите, со щитом или на щите, то есть с победой или мертвой. Ну, все, как бы, вот два слова и все. Афиняне, наоборот, вот целую бы речь прошли. У них ораторское искусство развивалось, у них суд, суд, в принципе, придумали скорее римляне, у них суд был, кто там друг другу переговорит. Поэтому другое совсем государство. Правда, я вам скажу, что, да, и у них другой строй был. Ну, в принципе, у них все было бравоатическое государство. В Афинах были серебряные рудники, там были рабы, там было им совсем плохо, а у Спарты были элоты, которым они там полностью подчинялись, и, в общем, даже они вроде войну устраивали. Тут, правда, тоже надо отметить, что сейчас, например, говорят, что не выбрасывали спартанцы детей в пропасть, потому что там не нашли ни одного скелетика детского. Похоже, что нет, не было у них такого правила. По крайней мере, не выбрасывали. Но вот то, что Афины, это вроде демократия, но демократия в древнегреческом смысле слова, потому что никакой представительной демократии, а все имеют одинаковые права, и на многие должности назначали прямо по жребию. Кроме того, вот нынешнего правила права большинства, власть большинства, права меньшинства тогда не было, поэтому в Афинах был такой астракизм. И временами, то есть вы могли написать на обломках черепка чье-то имя, ну и, в общем, есть даже такой анекдот, как один известный человек, его попросили, безграмотный там соотечественник, попросил написать ему имя, его же самого, и говорит, а почему? Да вот он, известная личность, значит, наверное, есть за что. То есть, ну, как-то не очень это все способствовало, много народу они выгнали, мы сейчас просто по философу посмотрим. Но в Спарте философов-то не было. В общем, когда мы будем говорить о философах, они не все, конечно, жили в Афинах, но в Афинах, вот в тех городах, которые были похожи на Афина, оно получалось лучше. Правда, надо отметить, что когда Афины проиграли Спарте, у них как раз и появились самые великие философы. Ну и к вопросу, где бы я, если бы мне приходилось жить, я вам все-таки скажу, что я выбрала Спарту. И причина здесь одна, гендерная, потому что в Афинах женщина была совсем плохо. То есть, порядочная женщина вообще сидела дома вообще просто безвыездно. А в Спартанце, поскольку мужчины все время куда-то ходили, и плюс еще культ здорового тела, женщины у них и скульптурой занимались, и управляли в отсутствии мужей имуществом. Поэтому там, мне кажется, было как-то повеселее жить. Потому что культура афинская, она все равно прошла бы мило. Так что смотрите, если вдруг придется выбирать, вот это учтите. Вот. Ну и, значит, вот эти, что у нас осталось, конечно. Да, в Афинах еще есть очень интересный момент. Дело в том, что одновременно в Афинах, это же классический период, в Афинах это очень мало народу. То есть, это не нынешний миллион. А, значит, и вот это небольшое количество людей, только мужчин, только свободных, среди них родилось какое-то огромное количество реальных гениев. Ну, например, у них было Сафокл, нет, стоп, Эсхил, Сафокл и Врипид. И они жили почти одновременно. То есть, как бы, ну, каждый из них был, то есть, Сафокл с Эсхилом, Сафокл с Врипидом потом. И это сохранилось, ну, как бы, по крайней мере, перевод я читала, действительно великолепные пьесы. Учтите, что это было написано, черт знает когда. Вот, одновременно, то есть, где же столько писателей, выдающихся, вы найдете в какое-то другое время. А там еще были, еще и басни Аристофана. Вот, и великолепные создавались и архитекторы, и философы. И почему-то, каким-то образом, получается, что на души населения, ну, у нас прям должны быть сотни тысяч людей сейчас в мире, которые должны обладать такими выдающими способностями. Почему-то только там так получилось такое большое количество людей, которые смогли так многого добиться. Это вот интересный вопрос, конечно, потому что в некоторых случаях мы действительно можем посмотреть на их успехи и действительно понять, что они много чего добились. Так, итак, ну вот, хотя первый человек здесь с Кафиновым еще не имеет отношения, это Фалес Милецкий. Он считается первым из семи мудрецов. И сразу скажу, нет, остальные шесть мудрецов не были учеными. Там, например, был Салон, который придумал афинское законодательство. Ну, еще некоторые люди, то есть это связано скорее с политикой. Вот с него считается, начинается наука, потому что он задумался, а вообще из чего все состоит. Он придумал законы, но которые должны были отображать нашу жизнь, а не так, как в древнем Вавилоне, вот просто от балды. И это не были мифы. Ну, вот я даже знаю, что много мифов, и их изучают специалисты и судят, а вот, может быть, действительно, например, был некий потоп, ну, не всемирный потоп, а там, скажем, потоп в этих местах, вот, например, там был момент, когда Черное море соединилось со Средиземным, там вообще была прямо катастрофа редкостная, но вот для этого места, конечно. Весь земной шар никто никогда не затапливал, но конкретно вместе-то были катастрофы. И это всегда дает нам очень интересный способ, как это все изучить, чтобы интересно, если было какое-то событие, кто-то приезжал там, не знаю, 500 лет назад, а потом уехал, и вот что вот в этих мифах рассказывает про кого-нибудь, Кортес или Кука. Вот, это все очень интересно. Но оно все-таки как-то вот представление о том, как что появилось на свете, и как все развивалось, мифов, конечно, очень тяжело отражено. А здесь никаких мифов. Здесь вообще ничего не говорится об ученых, о богах. Вот просто идея науки. Правда, некоторые ученые с этим сталкивались с проблемами из-за этого. Особенно, кстати, в Афинах. Потому что в Афинах вообще кого-то легко было выгнать. Потому что это как бы противоречит вроде бы даже религии. Хотя, конечно, вот как раз язычество, там сложно чему-то противоречить. По крайней мере, если вы еще одного бога добавляете, это ваше дело. А вот все-таки даже идея того, что это как-то вообще без богов разбирается. Это вот было. Так вот, Фалес Медлецкий придумал, первоснованно он решил, что это вода. А потом появился Гераклит, сказал, что первооснова всего огонь. И Аноксимен и Диоген сказали, что основа всего воздух. Ну вот как-то они стали... Они как-то все обосновывали. Но, вот я вам скажу, а почему же я ничего не цитирую? А мне нечего. Потому что вот этих все, про этих людей мы знаем из более дальних, следующих ученых. Да, мы примерно знаем, когда они жили. Но все-таки о них писали более поздние авторы. Иногда это были авторы, которые жили через 100-200 лет, иногда еще позднее. И вот как-то мало что до нас дошло в первозданном виде. Будет сейчас момент, когда появится произведение. Поэтому как-то очень сложно судить, как они размышляли. Что они говорили, это известно. А точные размышления иногда с этим проблемы. Ну вот Эмпидокл и Анаксагор. Эмпидокл предположил, что элементов всего 4. Он добавил еще Землю. А Анаксагор, он еще прибавил некие семена бесконечно делимые. Немножечко все это напоминает идею атомов у него уже. Ну как бы он еще, конечно, о ней не знал. То есть вот они стали раздумывать и вели некие дискуссии. И уже более поздний автор описывает. А вот этот сказал, а этот сказал. Они там спорили, у них были разные мнения. Ну и были еще такие Анаксимандр и его Анаксимен. Вот как раз они придумали неограниченную некую субстанцию. И у них появилась теория небесных сфер. Вы, наверное, небесные сферы как-то встречали. То, что вокруг Земли есть такие сферы. Там есть планеты, там есть Солнце, Луна, планеты и звезды. Вот это у них появилась такая идея. И вот как они представляли... Да, вот Анакси... Извините, кто-то... Значит, Анаксагор. Да, Анаксагор еще появился. И Анаксагор, кстати, бежал из Афины, обвиненный в безбожии. Так вот они, во-первых, совершенно правильно решили, что Луна подобна Земле и светит отраженным светом. И вот они построили такую систему этих самых сфер. Причем интересно, что звезды у них были ближе, чем Солнце. Ну и Земля при этом была не круглая. А видите, какая интересная. Она имела какой-то цилиндр. Вот как-то так они начинают задумываться. А как это оно вообще все выглядит? Ну, в это же время примерно у нас появляется отец медицины Гиппократ и отец истории. Извините, тут, конечно, опечатка. 345, наверное, год. Нашеры. Ну, в общем, жили они, практически творили в 4-5 веке. Нашеры. И хотя Геродот отец истории, в общем-то, вот это мир по Геродоту, в общем, он в большей степени может быть такой человек, который, знаете, блогер, который путешествовал и рассказывает, как, где, что живет. И он, конечно, рассказывает всякие исторические байки при этом. Вот, на самом деле, во многом занимался Геродот. Но он, например, много чего рассказал про древних египтян, которые жили, обратите внимание, начиная с 3-го тысячелетия до дошеры. То есть он рассказывал о том, что было тысячелетие до него. Это вы сейчас съездите, даже не знаю, вот съездите в Грецию, вам расскажут про Геродота. Вот это как раз и будет. Вот. Ну, отец медицины, да, там что-то вот сохранилось. То есть это люди, которые, в общем, стали вот... Ну, кстати, Геродот, отец истории, это действительно имеет некий смысл. А вот с отцом медицины здесь сложнее, потому что вавилонские, египетские вещи были доступны. И поэтому в значительной степени Гиппократ на них опирался. Ну, в общем, описал. И у нас как бы вот это Гиппократа, есть клятва Гиппократа. То есть медик, он был, ну, для своих времен выдающийся. Далее у нас есть пифагорийцы. Вот часто говорят, Пифагор сказал, это не совсем верно, потому что пифагорийцы, в отличие от предыдущих товарищей, они придерживались древнего метода, что у вас все данные, все ваши знания должны быть внутри корпорации. Кстати, вот клятва Гиппократа с врачами тоже вот в старинном, ну, средневековом, правда, не древнегреческом варианте, там тоже речь шла корпорация. И поэтому вот где-то 400-й год до нашей эры, а ведь это 580-500-й, когда эти знания стали известны остальным грекам. И они, конечно, развивали теорему Пифагора, используя вавилонские знания. Он это все развил, и как бы математику. Вообще они все сводили к числам. Ну, и вот очень интересно, что они, возможно, были первые, кто поместил, почти поместил солнце в центр мироздания. Почему почти? А потому что в центре мироздания у них была некая практически линза, которая светила отраженным солнцем света, а солнце вращалось вокруг этого вот, вот этой линзы. То есть, ну, все-таки что-то уже близко. Да. Ну вот, он, то есть, считается, что он использовал Пифагоритская школа, использовал данные из Египта, Вавилона и даже Индии. В отличие от Америки, которая развивалась абсолютно, до Колумба совершенно независимо, там были уж совсем отдельные какие-то поездки, которые ни на что не повлияли. Вот здесь связи были, я потом об этом подробнее расскажу. Ну и, наконец, у нас появляется идея атомов. Вот эти ученые, видите, даже про Левкипа вообще что-то сложно сказать, Демокрит, Эпикур. Но я не буду сейчас об этом рассказывать, потому что, опять же, у нас, например, от Демокрита есть огромная прямо вот книжка, где-то страниц 300, и там нет ни одного слова самого Демокрита. Там все время люди, которые про него писали. Спустя много времени. Все-таки хочется как-то самого выслушать. Поэтому более поздние авторы, которые занимались атомизмом, да, вот я про это расскажу. Ну вот известно, что он говорил о том, что мир управляется некой неразумной природой, что есть только атомы и пустота, и что ничто не может возникнуть из ничего. Ну, можно сказать, что это закон сохранения энергии, конечно, ну как-то, или массы. Ну, с некоторой натяжкой. Вот. Далее у нас есть Сократ. Вот тут, да, это сейчас будет три человека, которые жили в Афинах. Он был учителем Платона. Сократ принципиально не хотел ничего писать. Вот от них ничего не осталось, а он не писал. Он вообще использовал некие диалоги. Он говорил, что я знаю, что ничего не знаю. И эти диалоги, да, сохранилось. В общем, о нем писали два человека. Один был его ученик Платон, который его, конечно, обожал, превозносил. А другой был Аристофан, который комедиант, и который над ним вообще издевался. Вот там, какой-то такой странный, лысенький, может, не лысенький, но плюгавенький мужчина с жуткой женой, который ему все время... Это в Афинах, где женщины, в общем-то, никаких прав не имели. Она ему всякие... Сварливая, в общем, была очень жена. Вот. И вроде бы от этого он все время даже сбегал и вел там разговоры. Ну, действительно, человек все время сбегает куда-то в ближайшую, не знаю, что-то не пивнушку. Ну, пиво тогда греки не любили, у них было вино. А, значит, и там, значит, рассуждает на некие общие темы. Я не знаю, что бы вы сказали бы насчет этого человека. Вот. И поэтому вот как бы у нас есть то, что записал Платон, но это довольно все длинно, нудно, я бы даже не сказала, что так хочется это повторять. Но сама по себе идея вот этого вопроса, в который вы задаете, получаете некие ответы, оно есть. Но в основном остались какие-то такие немножко анекдотические истории. Значит, дело в том, что его-то осудили. И вот здесь Сократ, он всегда выступал за закон, поэтому он, ему говорят, сбеги ты, вот, против тебя начато уголовное дело, ты можешь убежать. Ну, вообще, у них было очень странное правосудие, потому что человек сам говорил, а к чему приговорить? Он сказал, а я заплачу 25 драхм. 25 драхм это было ни о чем. Сократ-то был беден. Ну, у него были богатые друзья, они бы дали ему куда больше, они бы спокойно ему тысячу драхм дали. Ну, понимаете, 25 драхм как-то было очень смешно. Поэтому он сказал, нет, ну, 25 драхм его не согласны, поэтому мы тебя казним. И все равно можно было еще сбежать, но он не захотел. И вот умер он, приняв цикуту, яд. И записывали за ним, что происходит. Ну, и вот, есть такой ответ, а природа осудила их самих, но мне больше всего нравится, как бы то, что считается ответом жены, ты умираешь безвинно, и он отвечает, а ты бы хотел, чтобы заслуженно. Вот это более остроумно, конечно. Ну, в принципе, это скорее такие глубокомысленные, судя по тому, что оставил Платон, это все очень глубокомысленные всякие замечания. Но самое интересное, что Сократ вот придумал вот этот метод, задавая вопросы, что-то выяснять. Он говорил, я знаю, что я ничего не знаю. То есть давайте мы попробуем что-то узнать. И это, в общем-то, наверное, было как-то новое, интересно, когда вы пытаетесь вот начать с нуля. Значит, его учитель Платон, он оставил много диалогов. Вот от Платона уже начинают сохраняться, мы уже знаем, что сам Платон писал. И о том, что говорил Сократ, и о другом. В общем, да, у него, кстати, интересно, появился первый в истории баланс уравнения, что вода состоит... Ой, это я не то написала. Вода состоит, по-моему, из двух воздухов плюс один огонь. Не два атома, а два воздуха плюс один огонь. И предположил, что круговые движения планет. Хотя что-то похожее было уже у Пифагорица. Но он больше всего прославился, что он имел очень сложную идею, как устроен мир. Вот некая абстракция, которая вот здесь нарисована, что мы сидим в пещере и не можем выйти. То ли мы там привязаны, то ли просто не хотим оттуда вообще уходить. И мы видим не то, что есть на самом деле, а мы видим тени, которые освещаются при входе в пещеру костром. И вот философ, он может выйти из этой пещеры на солнце и узнать, как действительно устроен мир. Вот такая идея, врожденные идеи, это не врожденные идеи, а просто некие идеи отдельно и отдельно реальность. Ну вот Платон этим, значит, в основном вошел в жизнь. Ну а также он стал учителем Аристотеля. А вот уже с Аристотеля и начинается настоящая наука. А по верхам Аристотеля мы знаем массу книг. Вот здесь упомянуто только некоторое количество книг, которые о физике. Но физика не самая книга по физике среди книг Аристотеля, потому что физика – это такие общие рассуждения о всяких качествах. Вот больше, ближе к нам, это книжка «Метеорология». Он там пытается понять, а что такое цвет? Он, например, считал, что цвета возникают из сочетания белого и чёрного. И описывал это, что вот у нас есть цвета в темноте, там вот мы увидим другое, вот ему рассказывала портниха, по-моему, чтобы она в темноте пытается сшить, у неё нитка другого цвета кажется. И вот на этом основании он как бы доказывает. Вообще, да, он основал ликей, лицей. То есть вообще он был некоторое время учителем Аристотеля, потом приехал в Афины, там основал ликей, там ходили и разговаривали, тоже как бы не записывали лекции. И потом, а потом было антимакедонское восстание, ему пришлось бежать. И ему напомнили о судьбе Платона, потому что Платон, у него были, да, Аристотель был скорее за демократию, а Платон за просвещенный абсолютизм, что потом так назовут. Вообще у них слово диктатор означало просто единоличный правитель. Так вот он хотел, чтобы как вот философы управляли государством, а какому-то диктатору это всё предложил, он ему посадил, потом его там вот долго спасали. Ну, в общем, как бы Аристотелю сказали, ну, чего повторять судьбу Платона, он потом сбежал, то есть умер он не в Афинах, по-моему, или если-то потом вернулся. Но это как бы его личная судьба. Всё как бы, и у Платона-то судьба лучше, чем у Сократа. Но как бы вот то, что лицей-то остался без него, да, ликея-то у нас лицей называется, а у Платона была академия, все слова у нас остались. И у него были разные идеи, то есть он, например, писал, что скорость падения пропорциональна весу тела. У него как-то была сложная идея насчёт траектории ядра. Я пыталась понять, знаете, у них картинок же нету. Поэтому вот я как бы не могу понять, как это всё сделано. Я не знаю, мог бы, если бы вот сейчас бы он тут вот жил бы, смог бы он сам всё это нарисовать. Прямолинейная наклонная линия, прямолинейная вертикальная, и всё это круговая, которая всё соединяет. Ну, мы знаем, что пора было. Вот. И у него была идея, что движущее тело непрерывно находится под действием некоторой силы, и скорость его прямо пропорционально приложенной силы. То есть не F равняется MA, а скорее F равняется MV. Хотя, конечно, учитывая, что у нас трение, мы на самом деле примерно так себя и ведём-то, в общем-то. Мы силу, чтобы ходить, силу-то используем. Но как бы тяжело всё несколько иначе. И, значит, у него есть, значит, баянь пустоты. Вот у него такая идея была. Ну вот, ну вообще у него много разных идей. Но самое главное, что он придумал формальную логику. Опять же, для нас, наверное, очевидная вещь, да, что если есть лошади, животные, если лошадь животная, а все животные нуждаются в пище, то лошадь нуждается в пище. Ну вот так формально вот эта вот посылка, силогизм и прочее до Аристотеля никто не делал. И именно Аристотель придумал логику, на которой будет основана, в общем, дальше наука. Поэтому можно сказать, что вот процесс от Фалеса до Аристотеля где-то появилась та самая античная наука, когда мы всё-таки пытаемся определить, почему, что, ну и как-то логично всё это сделать. Ну вот пример его рассуждения. То, что облака не образуются в верхней области, следует, ну, видимо, ныне называется атмосферой. Следует объяснять присутствием там не воздуха, но только огня. Образованию облаков в верхней области препятствует круговое движение. Течением по кругу неизбежностью захвачен весь воздух, кроме той его части, которая вмещается с окружностью, проведённую так, чтобы вся Земля предстала ровным шаровидным телом. И мы видим, что ветер зарождается в болотистых местностях Земли и не дует над высокими горами. Ну, довольно странные рассуждения, вот так если подумать. У него есть более, я так среднее рассуждение взяла, как он рассуждает. Тут есть много каких-то посылок, которые не совсем понятно, откуда взяты. Но какое-то основание, какое-то наблюдение есть. И важно не то, что он правильно всё это наблюдал. Мы же выяснили, что он довольно много ошибок сделал. Но важно то, что Аристотель начинает размышлять. Он предлагает доказательства. Вы предлагаете идею, вы её доказываете. Вот как ни странно, Аристотель будет первый, кто это сделал. До этого это были всё-таки какие-то записи. Ну, математика, конечно, она доказательство. Даже в математике речь шла не о формальных доказательствах, а о том, чтобы всё как бы чётко написать, как что происходит. То есть взять транспортир и посчитать углы фактически. Если только у них был транспортир. Если вы доказываете теорему Пифагора. Ну и да, вот школа Аристотеля будет называться перипатетики. А это прогуливающиеся. И у Аристотеля появляется вот чёткая идея, что у нас в центре Земля и все планеты. Там, по-моему, следующая Луна, Солнце, планеты и звёзды. Вот это вот уже он строго это описывает. И он доказывает, что Земля круглая. На том основании, что во время затмений мы видим на Луне вот этот круглый круг. Так что кое-где он ошибался, кое-где не ошибался. Но сама идея доказательств окажется очень важным. И в средние века будет всё время такой Аристотель и Платон. Платон это нечто такое абстрактное. Платон всё время будет говорить о неких абстракциях. И когда вот люди просто вот хотят скорее чувствам доверять, скорее так будет Платон, когда речь пойдёт о доказательствах, о том, что вот мы можем доказать, что и как, то это Аристотель. Но если уж Аристотеля начинают, а в средние века попытались некоторое время, считать его прямо вот как священное писание, то начинаются проблемы, потому что сам по себе Аристотель, конечно, много чего наговорил лишнего, и доказательства, и разумные идеи, и неразумные идеи, всё у него было вместе. Ну и да, вы же понимаете, что возникает очень большая проблема с планетами, если с Солнцем, Луной всё нормально. Ну как бы вот мы начинаем с того, что движения планет должны быть круговыми. Ну вот должны быть и всё. А далее надо спасать это круговое движение, потому что планеты, конечно, движутся, они на то блуждающие, они в другую сторону двигаются. Поэтому возникают большие проблемы, и вот Евдокск-Ницкий начинает первый как-то пытаться это решить, но об этом чуть позже. Да, и Аристак Самоский, у нас будет первый человек, который вообще-то поместит Землю не в центр, он уберёт её. И видите, что мы об этом узнаём от дорогого великого учёного Архимеда. Аристак Самос... Вот прям цитата из Архимеда, что Аристак Самоский в своих предположениях полагает, что неподвижные звёзды и Солнце не меняют своё место в пространстве, а Земля движется по окружности вокруг Солнца, находящегося в его центре. Центр звёзд, неподвижных звёзд, совпадает с центра Солнца. Ну, в общем, он практически придумал гелиоцентризм, и даже попытался рассчитать расстояние от Земли до Солнца. Правда, не очень относительно расстояние до Луны и до Солнца, ошибся он раз в 20, но как бы всё разумно. Тоже бежал из Афин, это уже почти норма. То есть, в принципе, он предложил гелиоцентризм первый, и потом даже его Маркс, по-моему, назвал Коперником Древнего мира. Но так, видимо, не очень понятно, как он всё это обосновал, потому что, видите, мы самого этого Аристарха не можем прочесть. Ну, как-то вот такие идеи были, но не стали мейнстримом, потому что мейнстримом стали другие идеи. Да, ещё очень интересная была работа Аполлона Перкского, который работал в 200-м году до нашей эры. Он придумал астролябию. Тут у меня не очень эта картинка нарисовалась. В общем, речь идёт о том, что вы можете взять сферу, взять некую круг на плоскости, и с этой сферы получить ваше изображение, то есть звёзды, координаты на сфере, они оказываются на плоскости, потому что мы же видим плоское небо. И вот это астролябия на этом основана. И, может быть, он это сделал, хотя более точно это появилось где-то через три века. Ну и кроме того, он придумал тконики, восемь книг коник, которые описывали конические сечения. И эти книжки там очень сложным образом, по-моему, четыре сохранились по-гречески, три сохранились на арабском языке, а одна вообще пропала. Вот, или, может быть, три и четыре. Ну, в общем, их использовал ещё Кеплер. Вот Кеплер, доказывая законы Кеплера, использовал книгу Аполлония Перкского. Так что очень такой важный учёный, хотя, конечно, он не предполагал, что его как-то будут использоваться, он чисто математикой занимал практически. Вот. Ну и теперь мы давайте сделаем перерыв, потому что практически греческая часть науки у нас почти закончилась, и мы отправимся далеко, потому что это происходило как-то не совсем параллельно. Были связи, но давайте разберёмся, что же происходило в Китае и Индии. И здесь определить, в каком веке что-то происходило в Китае очень сложно. Я использовала довольно современный источник, то есть практически несколько лет написанную назад энциклопедию, по неевропейским авторам. Ну, повторяю, сейчас все очень озабочены этим делом. И там много чего про всё, про Америку, ну, Америку в смысле, вот, до появления там белых людей. Значит, Вавилон, Египет, Китай, Индия. И вот данные появляются, письменность, например, 1200 года до нашей эры. А я вот смотрела более старые книжки по истории и науке, там упоминаются какие-то 2700 год до нашей эры. То есть, получается, более старые авторы, которые меньше были озабочены тем, что Китай, ну, а, понимаете, сейчас эти вообще как могут заниматься китайцы, то есть они тем более будут рассказывать, как у них всё древнее. Наоборот, отправляли куда-то в большую древность. Причина эта в том, что в отличие от истории вот с этими папирусами, которые я показывала, у нас есть конкретный папирус, можем определить, в каком году его написали. Про китайские артефакты у нас таких нет. Есть более позднее описание, мы говорим, а это было создано тогда-то, этот канон, который был основан ещё на более древнем каноне. Ну, и оказывается, что определить куда-чего, тут, видите, астрономия появилась либо вот 3000-2000 лет назад, то есть не 3, 5-4 тысячи лет назад, либо 2500 лет назад. Ну, как бы разница заметна. Астеризмы, это как теперь называют, то, что созвездия появились, вроде бы около 1000 года, но тоже не точно. Да, тут дело в том, что в истории Китая принято использовать название династии, поэтому получается довольно такое смешное. Иногда вот выглядит так несколько странно. 770-й, 4760-й год до нашей эры. А это просто вот династия, там что-то как-то, как-то сейчас, весеный осень, весны и осени, как-то так называется. В общем, каждая династия, у неё как бы свой период, и мы можем, вот пытаются, в первую очередь, что-то отправить в какую-то династию. Она могла и 500 лет существовать, и 40. Но более-менее можно сказать, что, например, гадание появляется 5000 лет до нашей эры, а всё очень связано. Астрономия нужна для гадания, много чего они для гадания используют. А затмение вроде бы с 700-го года до нашей эры начинает исследовать. К 700-й год до нашей эры это пресловутый иньянь, а письменность вот 1200-й год до нашей эры, и считается, что она появилась совершенно независимо от вот той самой египетской, вавилонской. То есть, видимо, в это время никаких связей, считается, не было. Очень много пересмотров календаря. У них очень нечёткий календарь. Практически каждый правитель, при каждом правителе меняли. Ну, не совсем, может быть, при каждом уж прям вот сегодня пришёл, но если он был достаточно долго жил, то при нём уже успевали поменять календарь, потому что, в принципе, у Китая вообще очень сложная история. Китайский глава, вообще любой руководитель, отвечает не только за то, что вот он делал конкретно, он отвечает за силы природы. То есть, он не виноват не в том, что у него дамба была снесена, наводнением, и её плохо построили, но он отвечает за то, что наводнение случилось. Он там контракт с небом испортил, и поэтому вот наводнение и произошло. Это вот небеса об этом сообщили. Поэтому о них очень сложно, им надо очень чётко было иметь какое-то представление, что вообще там небеса делают. И с другой стороны, у них была интересная история. Да, вот я, кстати, хочу сказать, различие между Египтом и Вавилоном. В Вавилоне, в Египте, значит, царь, фараон, это вообще бог. А в Вавилоне он слуга богов. И ему считается, что такая есть версия, что ему писали, что ему писали эти самые законы, писали ему, почему были важны астрологические предсказания. Потому что, ну, как-то неудобно было царю говорить, да что-то неправильно делаешь. А так вы в виде, как бы, вы пишете астрологический прогноз, и он основан не на вашем личном мнении, а на звездах. И вот есть такая версия интересная. И вообще вот разница между Египтом и Вавилоном связана с тем, что Египет очень четкую границу имеет, Вавилон, наоборот, совершенно не имеет. И там как раз было легче всякое такое развивать. То есть в Египте все закостенело, у них правила как ведут, так ведут. А в Вавилоне было легче что-то менять. Хотя, с другой стороны, вавилонская математика, то жалуется, что нашли там два вида табличек на одну тему, между ними полторы тысячи лет, а таблички практически идентичные. То есть не списано, там как бы не появляются новые идеи. Ну вот и с Китаем вроде, ну вот там хоть таблички есть. А с Китаем вот как-то получается, что эти идеи, которые иньянь, там, 700-й год до нашей эры, становятся каноном. И это все записывается и доходит до нашего времени. И не очень понятно, когда это придумали. То есть приходится каким-то сложным образом соображать, когда это придумали. Ну вот, например, в 8 веке нашей эры появилась идея, до нашей эры появилась идея элементов. Ну, очень похожая на греческую, прям вот. Хочется прямо сказать, ну, потому что тоже вот есть земля, только металл, вода, дерево и огонь. Ну вот три совпадают с теми четырьмя. Ну, вроде не нашли связи. Вот так, что прям вот какая-то конкретная связь нет. Ну, интересный вопрос, могла ли она быть. Ну, тоже как бы они всем заинтересовались. Да, медицина Индии и Китая. Вот Аюверда, Аюверда. Вот как между 1200 и 5 веком до нашей эры есть канон, когда появилась Аюверда или как? Что? Аюведа, да, может, я зря Аювер поставила. И вот, а 5 век нашей эры, это был такой Панини, он был филологом. И вот как бы видно, что до него они это писали. Потому что как бы он правила изменил. Есть Шушрута, который вот жил вроде в 8 веке до нашей эры, но это не точно, потому что о нем тоже все сильно позже изменилось. Вот если у нас тут был Геродот, отец медицины, Гиппократ. Там о нем известны плюс-минус 5-10 лет, а тут вот совсем другое дело. Но там появилась идея воспрививания, правда, несколько странноватом виде. Буддисты в рукописях есть. Значит, вот что касается Китая, то 6 век до нашей эры появилась идея циркуляции крови. Да, в принципе, похожа на реальный круговорот, но там была не только крови, но еще и жизненная энергия, чтобы с ней что-то делать. Она проводит 50 кругов в день, и нужно заниматься иглоукалыванием, прижиганием, чтобы что-то там делать. Трактат желтого императора о внутреннем упомянут в 111 году, вот там тоже это инь-янь. Причем желтый император – это не реальный император, это некое божество. И даосские лекарства известны до 960 года, наверное, до нашей эры. Вот даосские каноны, там вот упоминаются некие лекарства, причем бессмертие, значит, цель была бессмертие, обогащение своей природы, лечение болезней. Вот лечение болезней – это самая низшая часть, это самое неинтересное. Использовали зато киноаварий, золото там известно. В Индии, значит, древнейшие санскритические трактаты, но они были созданы между 12 и 1 века до нашей эры. То есть их создавали, и в какой части, какую часть создали – неизвестно. Поэтому непонятно, когда, для чего делали. А им нужно было читать молитвы в точное время, поэтому их очень интересовала астрономия. Также у них появилась письменность, ну, возможно, как-то это связано уже с Китаем или с чем-то. Впрочем. Были календари очень специальные, 1830 дней. Ну, видите, веды тоже вот, 3000-1000. В этих ведах есть отдельные, вот как я, вот это, Джиотиша Веданга, какие-то научные данные. Но поскольку с ведами непонятно, когда их создали, то непонятно сказать, а что происходило. Очень сильно они любили математику, и вообще, вот, как всегда, очень долго были очень сильные математики в Индии. И очень большие числа любили. То есть вот где-то 10 век до нашей эры, там, 10-19, вот такие сумасшедшие числа. Они, кстати, одними из первых стали использовать 10, поэтому вот именно так. Ну, и вот в неких Шульба-Сустрах есть уже теорема Пифагора. Но помните, это примерно, вот если брать 500 год до нашей эры, это примерно время жизни Пифагора, но это сильно позже, чем Вавилон, где появляются какие-то вот зачатки этого всего. Поэтому, ну вот, не очень понятно, когда это все происходило, и из-за этого не очень понятно, как это соотносится с той самой европейской, ну, европейской, которая связана с Вавилонской, египетской, которая не совсем европейская, истории, как это все можно трактовать, и было ли это связано. В Китае очень много всего интересного было при династии Хань, который вот между этими датами. И слово Хань вообще означает такой натуральный китаец. Не все китайцы в Китае ханьцы, но если ты ханец, ты как бы вот настоящий китаец. Правда, до последнего времени это означало, что у тебя будет только один ребенок. Вот, так что это не всегда привилегии, но, значит, так, ну, как бы, такая просто китайско-китайская династия, я бы так сказала. В это время солнечные часы добавились к водяным, были открыты интересные вещи. Вот Ван Чун, например, открыл круговорот воды в природе. Чанхэн, который жил в первом веке нашей эры, то есть вот эта вот династия, значит, от третьего века нашей эры до второго, да. Сейсмограф. Сверечную... То есть, ну, построил сферу. Сверечную землю обсуждали, хотя позже, чем Аристотель. Бесконечную вселенную. Звезды в созвездия соединяли. Бумагу придумали. Порох был алхимиков. Вот есть книжки про сокровища доосизма. Звездные каталоги. Ну и возникает, конечно, вопрос, как там с культурным обменом. Ну вот в позднюю Хань точно общались с индийцами. Ну то есть, что мы видим? Тут самое интересное другое. В Хань действительно довольно высоко поднялся уровень науки в это время, но он дальше не развился. Впрочем, в Европе тоже, конечно, в это время будет некий упадок. Но бумагу использовали, например, а в порох еще очень долго не использовали для чего-то полезного. И да, в это же время, что у них появилось... Это, кстати, вот тот самый гномон, по которому можно тень определить и такие солнечные часы. Вот реально, некий реально сохранившийся. Но проблема в том, что он каменный, а когда он каменный, то там времени найти, когда он был создан. Таких методов, позволяющих в этом периоде искать что-то каменное, не существует, по-моему. Вот. Значит, порох у алхимиков был, но они им как-то не стали пушки создавать. Пушки существенно позже создавались. И вот это, конечно, очень интересно. Да, значит, физика Китая. Очень интересный был трактат. Вот у них было несколько... Вообще, в Китае он не очень религиозная страна. Потому что, строго говоря, конфуцианство очень популярное у китайцев. Это не совсем религия. Религия у них буддизм, когда к ним пришел. Немножко даосизм. Махизм это вообще фактически скорее учение философское. И этот махизм, он в числе канона 71 глава, и в ней 6 относятся к науке. И в ней довольно много интересных научных данных, вполне, кстати, довольно соответствующих тому, что было в это время в Греции. Это статика, гидростатика, динамика, тени, полутени, примыление, распространение света, плоские зеркала. Вот тут нарисовано зеркало. Водяное. Выпуклые зеркала, вогнутые, горящие зеркала. Вот я про это дальше скажу. Это вообще, в общем, все время почему-то проблема долгого. Вот это burning mirrors, оно будет, потому что, как-то я об этом в основном на английском читала, вот так и не очень у нас распространен перевод. Это просто будет напряжение, там буквально 2000 лет, прям про главную проблему оптики. Но на самом деле это зеркала, которые позволяют где-то сфокусировать. Ведь если вы попробуете, можете взять линзу или зеркало и, например, там, я не знаю, на дереве получить огонь. Это можно сделать. И как бы вот свойство зеркала очень сильно от этого зависит. Фокус на самом деле. Поэтому эта проблема прям будет и в арабском мире, и в греческом, и в раннем средневековье, ну не раннем, просто в средневековье, и даже в раннее новое время, и в Китае, везде, в горячие зеркала. Вот. И еще у них будет, в это время появился магнетизм. Но опять же, они не создали магнитный компас и не стали куда-то ездить. Акустика у них была очень хорошо развита. А вот, например, геометрия нет, как-то вот не пошла у них, механики не было, и совершенно чувств был атомизм. Вот это какие-то неделимые атомы, это все, ну, совсем нет. Ну, известно, что они много изучали смазку, причем, видите, тут вот, может быть, даже не позднее 6 века, а то и 11. Видите, там неплохо продвинулись, вот чисто такими вещами. Ну и вот некая энергия ци у них была идея. То есть, в принципе, мотзы, это очень даже интересный канон, ведь фишка в том, что это дальше куда-то не пошло. Практически этот маохизм перестал быть какой-то популярной религией, даже, не религия, а прям философским течением, и даже то, что там в средние века в Европе там несколько человек будет переписывать, вот эти древние греков, это и то существенно больше, чем будет здесь. Математика. Да, вот это, кстати, у них вообще китайцев культ предков, и вот эти вот предки, видите, тут нарисованы, у них какие-то математические инструменты, вот это некие два царя. Ну, опять же, вот есть математика в девяти книгах, математика в девяти книгах стала каноном. Вот что значит для китайцев канон? Для китайцев они считали, что надо искать умных, ну, мальчиков, конечно. Проводили с ними, значит, экзамен, ну, в принципе, мог человек вообще любой прийти, а вот я, кстати, не знаю, имела ли шанс девочка прийти, я думаю, что нет, но можно было прийти практически к любому, сдать экзамен, но другое дело, что как бы подготовиться к этому экзамену, не будучи человеком, который мог себе позволить репетиторов, было весьма-весьма сложно. И сдавали они все одинаково, мало того, они знали, что они примерно будут сдавать. Ну, в Европе на самом деле это не прошло. Вот была такая история, я вот сейчас не помню, с Оксфордом или с Кембриджем, где такие экзамены проводились, но и фишка была в том, что выиграл в этих экзаменах, победил не... вот был выдающийся физик, который, как мы знаем теперь, выдающийся физик, а он там второе место победил. А тот, кто первое место занял, он ушел в историю только потому, что он победил в том году в этом испытании. Потому что для того, чтобы проводить такие испытания, вы проводите их по каноническому тексту. Вы должны делать стандартные задачи. А это как-то плохо свойственно развитию науки. Поэтому канонизация, она, видимо, и сыграла отрицательную роль. Но вот то, что попало в этот канон, оно сохранилось. Второй век до нашей эры. Но, возможно, с 12-го, с 10-го. И вот там много замечательных задач. Вот тоже вот эти задачки. Значит, если у вас там есть 10 птиц, ласточки, вороны, но вы, значит, одну птицу поменяли местами, их стало одинаково. Ну, как-то так. Но это как бы еще простенькая задача. Есть более сложный. Если каждый получил наследство, и каждый имел на одну меру чего-то больше, значит, должен был получить, каждый более старший сын, то как вот все это разделить, все это наследство между ними. Вот такие роды задачи. Там была теорема Пифагора, там была площадь для объема фигур, дроби, пропорции, деления, квадратные уравнения. Правда, чаще всего это конкретное квадратное уравнение, а не просто вот формула, которой мы пользуемся. Даже система уравнения, отрицательные числа, ну и, конечно, унификация меры весов, потому что это всегдашняя проблема. То есть, в принципе, математика там была развита довольно интересной. Китайская медицина. Вот у них было, значит, четыре вида диагностики. Так, значит, врач, умеющий определить болезнь только по внешнему виду, посмотрели на меня и сказали, чем я больна. Высший. Если меня еще послушали, ну это уж тоже хорошо. Расспросили это уже так, а по пульсу это вообще не серьезно. Ну вот такая идея была. Тоже канон, акупунтура появилась. Кстати, видите, не так уж давно, с третьего века. Тоже трактат Желтого императора. Но интересно, вот мне вот нравится Хуан Фуми, который написал уже в третьем веке нашей эры канон основ иглоукалывания. У него есть трактат о каменном порошке, проглоченном холодном. О чем этот трактат? Он съел какое-то лекарство, предназначенное для бессмертия, и после этого ему было плохо. И он написал трактат, чтобы никто этого не делал, нефиг есть это лекарство от бессмертия, от него будет только плохо. Ну, кстати, у них есть такая даже история, что может быть их великий император Хуан Ди тоже что-то такое. То ли то что-то не то сделал, то ли какая-то была история, что он какому-то подлянку сделал какому-то лекарю, который его так бессмертия, и тот, в результате, ему вместо порошка от бессмертия дал яду. Ну, в общем, как-то очень плохо все кончается все время с этим бессмертием. Ну, вот Хуан Фуми, похоже, выжил и даже немало прожил по тем временам, но трактат написал. Вот, так что вот некоторое количество разных книжек, которые есть, как видите, они относительно недавние все-таки, ну, то есть как бы относительно Вавилона и Египта. Примерно на том же уровне, что и Древняя Греция. Китайская астрономия. Значит, вот у них было две идеи. В книжке Гэхуна, которая была, видимо, в IV веке написана, значит, была вообще целая энциклопедия, там много чего, и там есть идея, что вот есть две идеи. Я картинки, к сожалению, не нашла, нарисовать самой сложно. Небесный полог, покрывающий квадратную землю, как зонтик, и земля-желток яйца, плавающий по воде в центре сферического неба. Ну вот, мне, кстати, интересно, откуда идея про черепах взялась, потому что, видите, здесь практически что-то близкое, но черепахи мне нигде не попадали. Вот, и он говорил о влиянии луны на приливы, но как вот часто бывает, ну много чего вот так подряд сделано. Первый звездный каталог, как видите, относится к I веку до н.э. Ой, извините, пардон, к I веку до н.э. Известно первое появление кометы Галия, зато VI век до н.э. И тогда же вот есть звездные каталоги. Ну опять же, достоверный звездный каталог относится вот к этому времени. Ну понимаете, все-таки с кометой Галией проще, потому что там вот затмение очень хорошо. Вообще все историки очень любят затмение, потому что надо пойти к астрономам, они вам все посчитают и скажут, когда это могло быть. И полные затмения встречаются очень редко, поэтому можно что-то там выделить. И комета Галия тоже очень неплохо. А вот, конечно, звездные каталоги, при точности, при том, что большинство звезд, просто оно почти-почти не двигается. У нас практически, но надо очень уж точные приборы, а некоторые и так и не видно. Поэтому, в общем-то, получается, что определить время звездного каталога довольно сложно, если просто так у вас есть. Ну вот там вот Ганде, это может быть, может быть, видел Ганимед. В принципе, если обладать очень хорошим зрением, то можно его увидеть, но почему-то он видел его красным. Водные часы вроде бы изобретены. Ну и в Индии очень давно известна прецессия земной оси, то, что поворачивает за 26 тысяч лет полный круг. Поэтому, кстати, астрология, она так и осталась в вавилонских времен, и в ней совсем не то. То есть вот сейчас у нас какой-то, я сейчас, я, честно говоря, не знаю, в апреле я знаю, что Овен, а дальше, по-моему, те лет. Ну, в общем, не там находится Солнце, где скажут вам астрологи. Вот совсем не там. Оно действительно там более-менее по знаку зодиака двигается, но с отставанием, потому что это вот 2000 лет назад, это совсем не то было. Вот, значит, и, да, самое интересное, вот это выделил, этот Артемизин, это вообще-то относится к медицине. Вот это просто история, которая показывает, как надо не доверять, когда вам что-то рассказывают, а пытаться найти первоисточник. Артемизин, некоторое время назад за его открытие дали Нобелевскую премию по медицине. В чем там было дело? Некие люди, да, и стали говорить, что дали Нобелевскую премию за китайскую традиционную медицину. Вот в этом трактате Гэхуна, о котором много чего всего написано, энциклопедия, у него было написано, что вот есть некая полынь, какой-то вид полыни, который лечит, по-моему, чахотки. И когда ученые решили этим заняться, они просто взяли все эти каталоги, вот все, что там вот было, они стали все проверять. Ну вот среди всего, что они проверили, нашелся только одно, это полынь. Но количество вещества, которое там нужно, чтобы лечить чахотку, должно быть существенно больше, чем есть в этой полыни. То есть полынь надо прямо с утра до вечера есть. А синтезировать, да, все работает. Поэтому так сказать, что, во-первых, один раз угадал, может и случайно. То есть поэтому как-то надо аккуратно к этому относиться, и пытаться найти первоисточники, хотя надо отметить, это сложно. Вот с греками легко, книжки есть, ну, те, которые сохранились, конечно. А здесь как бы оно есть, но еще не факт, что вы найдете на каком-нибудь приличном языке, европейском хотя бы, да, и то иногда даже, конечно, это, например, немецкий. Ну, в общем, знаете ли вы этот язык, на котором это написано. Поэтому тут сложно все. Но как бы надо, повторяю, очень аккуратно относиться, и поэтому даже вот, несмотря на то, что сейчас превалирует идея, что надо доказывать, что у вас наука не европейски-центрична, что, может быть, у вас и не один раз могла возникнуть революция. И хотя я могу согласиться, что то, что делал Фалес, может быть, и не уникально, но когда уже начинают говорить, что Коперник, вот то, что с Коперника до Ньютона, ну, это было один раз в истории. И, ну, то есть сама идея, не в идее гелецентричности, а в появлении наблюдения, что последовало за Коперником, я бы так сказал. Вот когда все это появилось, больше никто этого не делал. А без этого мы с вами не разговаривали, потому что, ну, во-первых, потому что не было бы интернета, а во-вторых, потому что, учитывая детскую смертность, и детскую смертность, которая снизилась на последние, там, 100-200 лет, ну, не 100, наверное, 100, скорее, мы бы просто с вами, вот, вероятность того, чтобы мы с вами могли бы поговорить даже очно, не то, что по интернету, сменилась бы к нулю. Поэтому мы как бы можем сказать, что добилась наука, и говорить о том, что ее можно как-то поиначе рассматривать, ну, вот, это как-то очень сложно, и поэтому очень хочется вот что-то вредить у этого Артемизина, Артемизинина выдать за достижение, хотя, в общем, тут как бы вопрос такой, среди всех лекарств одно оказалось действительно полезно. А так, это уже в другую сторону. Ну, и Индия. А в Индии очень интересно, что у них были вот длинные истории, и самое главное, да, у них была идея атомов, которые неразрушимы, неделимы, сферичны, находятся в постоянном движении, и даже идея лучей из глаз. И это греческие идеи, и очень похоже, что какая-то связь тут есть. Мало того, у них есть эти четыре элемента, вот прямо те самые четыре греческих элемента, земля, вода, свет, воздух, но к ним добавляется еще эфир. Вот, и появляется это после греков, поэтому очень-очень похоже, что вот с Индией связь была. А, извините, это уже было. Да, и пи, вот тут варианты записывания пи, что действительно можно по-разному в разных системах и писали. Но видите, что на самом деле они не писали 3,162, но представляли, что пи – это корень из 10. То есть, в общем, неплохо во всех этих системах придумывается пи, и даже вот дошли до совсем прекрасного пи, 3,14,16. Значит, очень важный вопрос, потому что математика индийская в это время действительно развивалась. Это вопрос доказательств, потому что то, что в Индии является доказательством, это отлично от аристотельской логики. И возникает вопрос, можно ли считать это доказательством, потому что если сравнивать с квантовой механикой, то вроде бы доказательство. Но эксперимент в квантовой механике тоже подчиняется аристотельской логике. Аристотельская логика – это либо-либо, либо оно красное, либо не красное. Оно не может быть одновременно красным и не красным. Да, в квантовой механике есть некие вещи, но когда мы ставим эксперимент, у нас все равно должен быть вот столько сигналов. Когда мы берем статистически значимое число, можем сказать, сколько их должно быть. Даже если у нас есть случайность, но все равно мы можем получить статистически значимые числа. Поэтому возникает, конечно, вот такой вопрос довольно сложный и довольно философский, потому что можно… Но конкретные вещи, конкретику, особенно в Индии в математике, очень хорошо тогда развивались. Ну и тут вот картинка – это, например, пример V век до нашей эры, какие интересные развивали, например, ирригацию. Ну, вообще вот эти вопросы – это вот все, что связано с тем, как меня больше всего поражает, как в Америке смогли получить кукурузу, потому что в отличие от пшеницы, древняя кукуруза, она очень далека, и как они вот методами всякими… Как они вообще додумались ее культивировать. Да, ну, тут Шрут – это просто картинка, как занимались косметологической хирургией, вот не только в Древнем Египте, а еще и в Древней Индии. Но эта картинка, по-моему, древнеегипетская. Ну, в общем, действительно очень интересная, да, судя по одежде. Вопрос, как этим занимались. Вот еще хорошо у древних египтян, у них картинок много. Ну, и вот еще Хань, это интересно, что они открыли… Да, вот бумага, тут ситуация такая. Точно известен год. В 105 году Цаи Лунь предложил способ усовершенствовать бумагу. Вот это точная дата. А то, что второй век до нашей эры, это предположительно. Ну, раз он усовершенствовал, то, наверное, что-то уже было. Но бумагой стали пользоваться. Правда, вы понимаете, что бумага недолговечна. Тачку придумали. И вот компас-реплика. Но компасы использовали для гадания. То есть они определяли стороны света, и по ним что-то так вывод делали, вывод. То есть как бы не совсем, как для чего он использовался позже. Тачка – это просто интересно, потому что иногда приписывают уже как бы новому времени европейскому. Нет, тачка, вот прям картинка есть, поэтому все нормально. Ну, и некая парочка китайцев посчитала, что до 1500 времени половина открытий была китайским. А в 19-м – 1%. У меня, честно говоря, сомнения. Во-первых, потому что в этом случае очень часто бывает так, что вас 10 человек что-то открывают, и вы говорите, «О, это сделал там китайец». Все-таки я в 19-м веке вообще не знаю, чего китайцы открыли, честно говоря. Но само соотношение интересно. То есть китайцы долгое время были среди тех, кто что-то открывал, а потом вдруг как-то все закончилось, как раз когда в Европе пошла научная революция, о которой китайцы, кстати, не знали. Я, кстати, вот насчет вот этого, я тут встретила какой-то феминистический список, где было написано, что женщина придумала холодильник. А я-то недавно книжку писала, как раз исторический очерк на эту тему. И прямо, вы знаете, вот нет изобретателя у холодильника, там 10 человек его придумали. Ну, 20, 10, там просто были патенты, вот каждый вот шаг-шаг, ну ни одной женщины не было. Стала искать, смотрю, ну, она там совсем, она просто занималась уже, когда появились бытовые холодильники, она с точки зрения санопеднадзора, в общем, фактически, она проповедовала, что давайте заводить холодильники, тем самым вы сможете, ну, как бы, получать хорошую пищу. Не будет никакого патологического загрязнения. Ну, это же не изобретение холодильника. Ну, вот так вот бывает, что люди так делают. Поэтому, ну, я думаю, что немножко здесь преувеличено все-таки. Мне кажется, что половины изобретений нет. Я, к сожалению, не смогла найти первоисточник. Вот у меня есть ссылка, но эта книжка нет в свободном доступе. Знаете, довольно забавно. Если вы работаете в университете, вам доступны как раз современные книжки. Ну, не всех издательств, но более-менее статьи, например, многих издательств. И можно найти книжки с 19 века и далее, если они кто-то их отсканировал. Правда, с языками проблема. А вот книжки, например, вот эта книжка 1986 года, ее ни там, ни там нету. Авторские права, поэтому ее... А в библиотеке тоже нет. Поэтому вот не знаю, как они это сделали, но я говорю, все-таки соотношение довольно показательное. Думаю, как бы они ни считали, именно соотношению, я думаю, можно доверять. Соотношению до и после какого-то года. Ну и вот связи. Шри-ландийские послы посетили Рим при Клавдии, это первый век нашей эры, и сравнивали созвездия. А вообще астеризмы появились в Восточной Азии в 433 году нашей эры. И вот здесь нарисовано, с чем шри-ланкийцы в это время имели связи. Правда, нарисованы современные территории. Но, в общем, довольно много стран нарисовано. И практически можно сказать, что вот римляне при этом имели связи вплоть до Британии, то довольно большой кусок вот этого всего у нас окажется доступен. То есть связи у них действительно существовали. Но это все-таки первый век нашей эры. А вот интереснее, конечно, где-то 7 век до нашей эры. И там, я как понимаю, пока непонятно. Может быть, что-нибудь найдут, есть шанс. Иногда находят просто, вот как в случае с египетско-греческими связями, там просто вот строго повторяются. Прямо иногда, прямо видно, что прямо перевод в чьи-то фразы. Поэтому вот можно сказать да, так, да, да. Ну и вот очень интересный человек был Александр Македонский. Вот теперь опять возвращаемся в Грецию. Но как бы как переходим. А вот связи-то появились в один момент было. Это Александр Македонский, который построил свою империю. Но видите, она у меня вся уже разноцветная. Потому что как он ее построил, так она почти сразу и развалилась. Но развалилась она не просто так, а на царство, некоторые из которых продержались довольно долго. То есть дошел он на самом деле до Индии. Вот красненькое, это уже частично с Индией связанное царство. Индийцы что-то там точно смогли поговорить. Но индийская часть очень быстро развалилась, конечно. А вот темно-синяя часть, египетская, она осталась. И в результате традиционный Египет стал управляем вот этими египетскими, сирийскими, не египетскими, македонцами, а Македония-то фактически греки. Ну как бы греки не совсем их считают, там длинная история, видите, у нас теперь государство называется Северная Македония, потому что есть Македония в Греции. И с точки зрения тех греков, которые жили в Спартах или в Афинах, македонцы как-то не на севере живут, а какие-то уже почти варвары. Ну а они тогда завоевали Грецию на некоторое время, а дальше пошли, вот завоевали практически, видите, огромную территорию, но недолго. И вот эти вот разделили его, военачальники разделили все это. И синее это то, что осталось у династии Птолемеев, то есть военачальник Птолемеев взял этот Египет и очень удачно им правил и очень развивал науку. Вот эта самая Клеопатра, про которую вы слышали, у него, по-моему, был шестой или седьмой номер, и она была вот из этой серии Птолемеев, которые, кстати, у них все царицы назывались Клеопатрами, практически все. И они там действительно разные, интересные. То есть они немножко оегипелить, но как бы по своей крови они были совсем из другой системы. И вот эта эллинистическая система, где все перепуталось, она вот оказалась очень полезной. Вот, например, да, это Птолемей первый, первые два Птолемея особенно прославились. И, например, известно, что в Индии прям вот некий человек с таким именем, я его не нашла в переводе, создавал гороскопы греков, у него книга так называется, в 270 году. То есть связи тут сохранились безусловно. Но это некое самокфракийское, наверное, самое известное произведение эллинистического периода, действительно потрясающая скульптура, но, к сожалению, без головы, но так это почти со всеми происходит. Вот, потому что, действительно, вот это, знаете, есть такой признак, если это подделка подгреческая, там, скорее всего, останется голова, да еще со всеми носом. Вот, поэтому, ну, в общем, то есть эллинизм, то есть иногда мы то, что видим и нам кажется величайшим греческим произведением, античность, это уже эллинизм, это же не совсем античность. Ну, в Александрии. Александрия находится в Египте. Так, стоп, я, по-моему, сейчас, я, по-моему, значит, не нарисовала я где Александрия? Нет, не нарисовала. Ну, в общем, в Египте она находится, на побережье. Значит, там находился музей-обсерватория. То есть слово музей, он вообще оттуда взялся. То есть это музей был не в том смысле, что это музей, а это было научное учреждение. И вот там была библиотека, в которой было такое офигительное количество тамов. К 48-му году нашей эры. И далее у нас есть Эростофен. Значит, во-первых, он придумал армеллярную сферу. Это вот сфера, когда там, знаете, внутри нарисована одна сфера, внутри другая, третья, типа волчка такая похожая. А главное, он посчитал размер земли. Совершенно правильно. Он, значит, у себя находясь в Александрии, и в другом месте, в Усуане, значит, сколько времени шёл там, он спросил погонщиков, сколько туда идти, посчитал, значит, соответственно, расстояние. Это, вот он как-то смог понять, что это один и тот же меридиан. И посчитал, под каким углом вот у вас будет прямо освещен колодец. И в это время, значит, в этот день будет под углом он идти. в Александрии. И таким образом он рассчитал размер земли очень точно. То есть мы знаем, как. Прелестно не то, что он даже это сделал, а то, что мы знаем, как он это сделал. Вот так вот учёные. Очень интересный учёный вот того же, тоже же, примерно, эллинистического периода. Он жил на Сиракузах, был греком. Это Архимед. Вот про него тут разные картинки, чем он прославился. Во-первых, ему как-то поручили. Значит, у царя была корона, сделанная из золота. Но, может быть, и не из золота. Царь не доверял ювелирам. И надо было как-то посчитать. А корону резать не хотелось. Красивая корона была. Пришлось делать. Тем более, что её так и не разрежешь-то толком. Её надо, значит, портить. Что он сделал? Находясь в ванне, он догадался, Эврика, что если бы положите, можно по количеству воды, которая вылилась, вы можете догадаться, какой объём предмета. И смог посчитать удельный объём и доказать, что это не золото. Вот из чего тут уже не получится, но обязательно есть примеси. Далее, дайте мне точку опоры, и я подниму землю. То есть он придумал правила рычага. Есть некая идея, что когда римляне осадили остров Сироакузы, он смог сделать вот эти самые горящие зеркала, которые все вот так вот очень любили. И действительно сделал горящие зеркала, то есть сфокусировал свет и смог сжечь римский флот. Я могу сказать, что это эксперимент, который пытаются постоянно повторить. И в половине случаев получается, в половине нет. Это вопрос. Сколько надо этих самых, а у него были шлемы, щиты, которые он, значит, тогда как и были, не стеклянные же были, а он этот щит аккуратно, значит, сделал очень гладким. И вот сколько надо щитов, насколько вы их гладкими сделаете. А что будет делать при этом римляне? Они же не будут сидеть и смотреть, они, наверное, куда-то побегут. Смогут ли они потушить пожар? Поэтому вообще непонятно, смог ли он это сделать или нет. Ну и дальше есть совсем уже миф. Это то, что... То есть, ну, про поднять землю, это просто шутка, да? А вот миф точно касается того, что когда пришли, ну, как всегда, захватили город и стали его грабить. В принципе, конечно, римляне хотели, чтобы к ним пришел Архимед, но, видимо, что-то там у них не сработало, потому что просто какой-то случайный солдат забежал, и Архимед вроде бы ему сказал, не смей трогать мои круги, то есть он там рисовал на песку. Что, почему неверно? А кто же это сообщил? Ну, неужели это солдат, который убил Архимеда, которого хотели найти римляне, который вообще ничего не понимал, что это Архимед делает, и кто это вообще такой? Поэтому, скорее всего, это, конечно, неправда, но... То есть, если даже сказал, то свидетелей нету. Ну, в общем, наверное, красивая такая история. И чем он прославился? Еще, да, он придумал закон рычага, закон Архимеда. Архимедов вал, который позволяет получать воду. И у него описан эксперимент по определению углового диаметра Солнца. Очень подробно, практически как современные эксперименты описываются. Вот очень хорошо сделано. Вообще, с точки зрения эксперимента, наверное, Архимед самый великий античный ученый. Есть, его некоторые труды сохранились, и даже была история, что относительно недавно в XX веке нашли такой труд. Но, например, оптика Архимеда, вот как вот сводится, вот другие авторы писали, вот этим вообще любили заниматься, особенно начиная с раннего нового времени, собирать, что сказал кто-то, если не сохранилось его книжки. Так вот, оптика Архимеда – это две страницы, даже одна фактически. Ничего не сохранилось. Несколько человек на него сослались. А теперь мы переходим в Древний Рим, потому что, видите, уже римляне появились. И вот с римлянами очень интересная история. Если вы начнете читать про первых римлян, а римлян – это тот восьмой век до нашей эры, значит, когда Рим образовался, вы знаете, что римляне были потрясающими людьми. Значит, мужчины все были такие серьезные, они были гражданами. Вот одного там римляна в нижнем углу вот этого, значит, поймали, какие-то враги и сказали, что будем его пытать. А он взял свою руку, левую, наверное, нет, вот смотрите, на картинке даже правую руку, сунул ее в жертвенный огонь и прямо ожог получил, и без руки остался. Его даже отпустили, прямо вот обалдели от такого. Или, например, Лукреция, у них сначала были цари, и Лукрецию, значит, царь там схватил, изнасиловал, а она, значит, потом пришла, рассказала всю эту историю, и тут же покончила жизнь с самоубийством, потому что она уже не была чиста, хотя она была ни в чем не виновата, конечно. Даже вот, и после этого, кстати, последнего царя сбросили. А вот это Гракхи, значит, которые они, у них было там трое братьев Граков и из другого города три брата, которые, значит, устроили такой кто будет править? Трое на три сражались. Ну, хорошая, кстати, идея, считаю. Все-таки трое на три. Они всем количеством. Но дело в том, что один из них был женат на девушке из того города, и у него сестра была помолвлена. Так вот мало того, что они победили, причем как победил, один остался. Получилось так, что вот эти братья Гракхи, у них остался один, а врагов было трое, они все были ранены, а он был здоров. Так он побежал. Они побежали за ним. Зачем он это сделал? Тот, который был легко ранен, прибежал первый, он его победил один на один. Потом второго, потом третьего. Так что хитрость-то возможно, но главное, чтобы он сражался. И в результате потом он убил свою сестру, которая по поводу своего жениха плакала. Потому что если бы она уже замуж вышла, другое дело. А она еще была его сестрой, вот не может. Его жена, наоборот, права, то, что она уже мужа поддерживает, это не отца, то есть не братьев погибших. Ну, правда, с другой стороны, это же римлянин, ему же, наверное, должно нравиться, что жена за него, а не за братьев. Так что это сложно сказать. Но вроде правило такое, что потом она становится собственностью мужа. В общем, все так вот прекрасно. Вы не найдете таких безупречных людей, как древние римляне. Почему же такое произошло? В 3 веке, нет, в 4 веке нашей эры на римляне напали галы. И в числе прочего, ну так это не очень сильно, они почти все ушли, и сожгли этот самый Рим. И почти весь, кроме Капитолия. И сожгли все архивы. Поэтому все, что было в Риме с 8 по 4 век нашей эры, неизвестно вообще. Поэтому остались одни такие красивые истории. Ну, правда, и в более позднее время жили, вот, например, тут изображена братья Гракхи, которые занимались земельной реформой, и мама, которая их воспитывала, и которая отвергала там предложение выйти замуж. Мне кажется, женщин было мало, то что все там, кто имел возможность, сразу снова замуж выходили. А в более позднее время там уже все было, что хотите, все равно и разводились они постоянно, причем и женщины, и мужчины. И вообще там, как бы, в один год могли нескольких мужей поменять. Вообще, и одевались, очень много денег тратили там всяких историй, почему пал Рим, да, они тратили слишком много денег на шелк, который привозили из Индии, из Китая, простите. Значит, ну, много всего. Но, в общем, как бы, было совсем все другое. Но вот я к чему все это рассказываю? Отношение к науке. Мы помним, что, например, в таких государствах, как Афины, это все очень даже приветствовалось. А в Спарте нет, им не до этого было. А в Древнем Риме отношение к науке было очень специфическое. Во-первых, они захватили Грецию, и греки стали их рабами, в прямом смысле слова. Нет, ну, это рабы были такие, не на рудники. Вот, хотя надо отметить, что если какой-то раб, раб один убивал своего господина, то казнили всех рабов. Ладно, если их пять человек было, если тысяча. Был такой случай. Ну, в принципе, рабами было, рабы были более-менее так жили. И в результате получилось, что рабы были более образованы, чем господа, причем это было практически нормой. Потому что рабы-греки были очень хорошо образованы. Ну, вот такой уникальный случай, потому что в остальных культурах такое бывало крайне редко. Ну, мог бы там какой-нибудь достаться в наследство какое-нибудь, но это редкость. А здесь прям норма. Поэтому как-то уже какое-то отношение к культуре и науку долгое время к греческой культуре. К культуре, она вроде была известна, но вроде греки какие-то рабы рассказывают. А с другой стороны, римляне были очень люди приземленные, и вообще им хотелось таких вещей очень четких. В Риме, например, появились многоэтажки. Вот реально, практически как сейчас. Был водопровод. Правда, они не знали про сообщающий сосуд, потому что он так вот шел. То есть их интересовали приземленные вещи, они не вот эта самая наука. А что там первооснова всего сущего? А где там солнце? Но с другой стороны, поскольку они вот эти все правила, которые у них были от героических времен, не особо следовали, то, конечно, было желание и роскоши заняться, и наукой заняться тоже. И был, например, но опять же, как к этому относились? Был такой император Клавдий, я уже о нем упоминала. И он был такой... Юлия и Клавдия, это интересная жизнь, там вообще редко кто оставался живой. И этот Клавдий в юности, его мама и бабка говорили, что он дурачок. При этом он занимался историей. Он написал труды по истории, они, увы, не сохранились, но хотя бы он смог их написать, но совсем на дурачка-то не тянет. Но занятие историей не делает человека умным. Если бы политикой занялся, это другое дело. С другой стороны, опять же, после того, как установился императорский Рим, кстати, император, в общем-то, не был такого должности, он просто имел все обязанности. А, верховный главнокомандующий, верховный жрец и так далее, и поэтому... А так вроде первого гражданин всего лишь, потому что царей-то не любили. Долго так было. Тоже очень интересная система. Так вот, когда был императорский Рим, уже политикой заниматься было не особо. А наукой можно. Вполне безопасно. Поэтому тоже вот в это время развивалось некоторое количество ученых, но все-таки сказать, что в философии было несколько интересных тем, а сказать, что в науке нет. Но с другой стороны, римляне были позже, поэтому их труды как раз сохранились. Но как раз первый, даже еще не император, а Юлий Цезарь, сделал очень важное дело. Он ввел юлианский календарь. Юлианский календарь пытались ввести в Египте в 286 году н.э., но что-то не пошло. Видимо, скрепом их противоречило. Значит, идея была сузигена вот этого самого из Птолемеевского Египта. А идея была в том, что у вас есть 365 дней, вы помните, с четвертью это должно сработать. А вот если 365 дней, то у вас все время будет противоречие. Правда, интересная история была. Дело в том, что вот этот самый Юлий Цезарь, еще не считающийся императором, он уже был верховным жрецом, его племянник установленный стал Август. И он должен был следить, чтобы дни там не очень сильно слоя состояние куда двигалось. А он все время отсутствовал в Риме, потому что занимался там всякими войнами то с Британией, то с Галлией, то еще с кем-нибудь. И он, значит, не успевал эти дни добавлять. Поэтому там все как-то пришло в разват. Он просто предложил, а давайте такую систему, что мне надо было все время бегать и каждый раз менять. эти дни. Ну, появилась такая система. То есть в Римляне действительно боролись с вот этой противоречием тем, что в какой-то момент вот некий жрец единолично добавлял этот день. А так стало все четко понятно, у нас появились високосные февралии. Вот там чуточку с этим Августом, с месяцами кто там в честь Юлия, в честь Цезаря, то есть Юлий Цезарь и его племянник, внучатый, по-моему, Август, который был этим самым первым, как раз считается императором, вот у них, значит, эти дни более длинные, а с февраля они убрали, раз он бывает. Ну, вот високосные феврали появились. То есть календарь, который действовать будет до Папы Григория, до конца 16 века, а некоторые до сих пор используют, он появился. Конечно, этот календарь имел совсем другое года, 45-й год до нашей эры, конечно, они не знали, что они живут в 45-м году в нашей эре, но вот это уже в 3-м веке или 4-м появилась идея, когда начало. Кстати, в юлианском календаре нет. В календаре, если вы будете смотреть последовательность, например, у них каждый год были консулы по две штуки. Так вот, в нулевом году, конечно, никакого консула нет, потому что нулевого года не существует. И вот чуть больше я скажу, почему нулевого года не существует. Основы тригонометрии в это время появляются. Вот у Птолемея есть угол падения, истинный угол, он замечает, что угол падения и угол преломления находятся в очень сложной зависимости. Но он не совсем правильно определяет эти углы, причем есть даже предположение, что он как бы квадратичную, какую-то не ту зависимость использовал. С другой стороны, довольно близко, поэтому, может быть, эта ошибка просто случайная. В конце концов, тут всего-то сколько этих углов. Этого книжки привозят. Но это не тот Птолемей. Это, кстати, одна тезка, в общем, тех Птолемеев. Это некий ученый, который жил около 150-го года в нашей эре. Евклид, третий век до нашей эры, очень интересный человек. Вообще непонятно, про этого Евклида ничего. Видите, у нас были Аристотель, там были года точно известны. А тут прям вообще непонятно. Даже непонятно, был ли это один человек. И у Евклид, он создал полностью идею прямолинейного распространения света. Но, исходя при этом из ошибочной идеи, что свет идет из глаз. Правда, это не совсем его идея, она еще даже у Гомера есть. Но у него такое было предположение. Да, значит, Евклид, вы знаете, как бы геометрию, значит, кроме геометрии у него есть книжка-оптика, которая посвящена фактически этим самым проекциям. Поэтому очень близко к геометрии. Но вот как раз вот эта картинка сверху что-то похожее на то, что у него есть книжки. Тоже, кстати, у него, наверное, все-таки не факт, что картинки сами есть. Потому что очень часто это более поздние как бы переписывали, переписывали, могли картинку добавить. Я, к сожалению, не интересовала этот вопрос. Книжку я саму читала, но откуда взялись картинки, я так и не поняла. Так, а еще были люди, которые придумывали всякие интересные устройства. Вот самый известный из них Герон Александрийский, который придумал такой интересный насос. И, например, такое устройство, например, как можно открывать двери в храме, это, наверное, вообще впечатление производило без человека, с помощью насоса. То есть, какое-то время, наверное, это открывалось с помощью часов этих неугодных. Вот так, довольно интересно. Тоже, видите, первый век до нашей эры. Опять как-то мало данных. Очень интересный человек гепарх, который создал первый каталог из 800 звезд, придумал идею звездных величин, которая существует до сих пор. Конечно, она развивалась, у него было почти 6, потому что, что человек видит, то он и записал. Точки равноденствия, непостоянные по эклиптике, вот он тут четко доказал. И первый, значит, вот он смог сосчитать расстояние, довольно уже хорошо посчитал расстояние, относительные, потому что где находится луна, мы ничего сказать не можем. Но относительно луна и солнце как-то вот посчитать где. Но он придумал эксцентр, то есть, а вот зачем этот эксцентр, это немножко дальше. Эристофен, а, вот Эристофен где, извините, это я вот два раза его попросите. Вот этот Эристофен был, вот он как вот эта картинка, про которую же рассказывала, что колонна в Александрии, колодец в Сиене. Вот он смог таким образом посчитать размеры солнца, и вот, значит, эта армиллярная сфера, которая известна и в Индии. То есть, интересно, как она попала, сами придумали, или от Эристофена. Очень интересная есть такая книжка Витрувия. Опять только первый век. Значит, Витрувий был архитектором. Архитекторы римские, это круто. Вот эта вот картинка, которая внизу, это не где-то во Франции мост, но это реальный мост. Вот так его сняли. То есть, вообще до там раннего нового времени римские дороги были основными. То есть, там, где они были, там были хорошие дороги. Так они так и поставили, представляете, значит, где, ну не позднее, не знаю, третьего, наверное, века нашей эры до, ну максимум пятого. До, значит, уже до 15-16. И где-то стоят мосты. Мосты, правда, требуют огромного количества материалов, но стоят. Так вот, Витрувий не был, как считается, самым великим архитектором римским. Нельзя сказать, что он что-то такое высокое, великое построил. И он не был великим писателем, но все, что осталось от книг по архитектуре, это книжки Витрувия. И Витрувий пишет, что архитектор должен быть научно подготовленным, что он должен заниматься наукой. И для чего нужна наука? Арифметика, чтобы сметы писать. Ну, грамотность, вы же пишете тексты, хотя бы вот, когда пишете отчет там заказчику. Геометрия, ну план надо нарисовать, и оптические правила, опять же. История, правильный контекст, а то вот кариатиды, это же жители города Кориан, по-моему, наказали. Ну вот вдруг вы что-то ошибетесь, неправильно что-нибудь поставите, а заказчику не понравится. Значит, философия, ну, как бы, во-первых, физика туда входит, и вообще вы должны быть честным, порядочным человеком. Музыка, а вот почему-то напряжение к музыке относится. Ну и, конечно, распространение звуков, потому что в храме нужно очень правильно звуки распространять. Медицина, практически он говорит о санопеднадзоре, а вот вы не там поставите, там плохой воздух, для кого будет плохо. Должны стоки правильно, кстати, ну и договора надо составлять, и астрономия, чтобы стороны света. То есть, в общем, архитектор должен быть образованным человеком. И в книжке подробно просто описано, а вы используете такой-то киноварь, такие-то вещества, чтобы получить синий цвет, а вы это, а то-то сказал, что небесная сфера выглядит так. То есть, это просто вот такой список всего полезного. Но ведь, в конце концов, архитектору не надо знать, как. У нас тоже инженеры не особо приставляют к этому квантовым механикам. Поэтому, в принципе, довольно разумная такая вот инженерная книжка. Можете ее почитать, она на русский переведена. Вообще, у нас довольно много греков. Вот греки, тут проблем нет. Если они уж есть, то они переведены. Ну и Лукреций Кар, о котором я сейчас скажу особенно. Как я обещала, я расскажу, с чего состоял то атомизм, потому что именно Лукреций Кар и сохранился в наше время. Итак, у меня есть книжка. Книжка билингва. То есть, вы понимаете, что это ровно в два раза меньше, если бы мы были древними римлянами. Здесь есть текст на латыни и есть текст на русском. Я, конечно, буду читать русский. Вот, например, так. Если бы из ничего в самом деле являлись вещи, всяких пород существа безо всяких семян бы рождались. Так, например, из Марии возникали бы люди из суши рыбчесущий рот и пернатые с неба срывался. Так, и он говорит. Значит, но все это обладает телесной природой, если способно оно приводить наши чувства в движение. Ветер сезать, как и быть, а сезаемым тело лишь может. И, наконец, на морском берегу, разбивающем волны, платье сыреет всегда, а на солнце вися, оно сохнет. Видеть, однако, нельзя, как влага на нем оседает. Да и не видно того, как оно исчезает назад зноя. Значит, дробится вода на такие мельчайшие части, что недоступны они совершенно для нашего глаза. Так и кольцо изнутри, что долгое время на пальцы носится и с года в год становится тоньше и тоньше. Ну и так далее. Тут разные такие варианты, что там, бронзовые ворота и прочее исчезает. В принципе, это очень похоже на современное доказательство атомизма. Так. Так же и прочим вещам, взаимно меняясь местами, двигаться можно, хоть и заполнено всюду пространство. На основании таких объяснений заведомо ложно, ибо куда же наконец в самом деле продвинуться рыбам, ежели место вода им не дат. и обратно куда же смогут струи отступить, если двигаться рыбы не смогут. Он доказывает, что есть атомы и пустота. если же думает кто, что тела от того разлететься, могут, что воздух тогда сжимается, мыслит неверно, ибо пустым тут становится то, что им не было раньше, и заполняется то, что прежде пустым пребывало. Так, ну и далее у него, кстати, есть еще такое слово, что пустота, пустота, если бы не было пустоты, если были бы только атомы, то не проникал бы тепло и холод, потому что тепло и холод проникает как бы внутри, мы же понимаем, что тепло это вообще движение атомов. С его точки зрения атомы отдельно, тепло отдельно. Кстати, слово атом в книжке, по-моему, так ни разу не появляется. Но вы, наверное, заметили, что, хотя, конечно, так читать довольно сложно, и правила грамматики довольно сильно изменились, авторы пытались перевести все как можно ближе по латыни, соответственно, билингви это особенно важно, значит, то можно заметить, что даже почти по срочному переходу что на самом деле очень, что это стихи. И поэтому это произведение Лукреция Карре сохранилось, потому что одно дело это длинные какие-то скучные размышления, а другие дело все-таки довольно-таки последовательно хорошо изложенная поэзия. Поэтому получилось, что сохранились более поздние произведения. Но в данном случае оно хотя бы было так изложено хорошо, а в ряде случаев оно просто было последним, и особенно это долго было средние века, где просто сохранилось то, что вот какой-то момент, не знаю, кто-то кому-то, последние издания в общем, что называется. Ну, Альмагест Толемея. Вот это очень интересная история, потому что это практически первая теория. То есть создается система, что Земля находится в центре и Солнце, но вы понимаете, вокруг движется планета. С Солнцем и Луной проблем нет, со звездами тоже. А вот в стальном вести. Почему? А потому что если вы движетесь, значит, планеты движутся в обратном направлении, ну, не получается их так объяснить. Вот спасти круговое движение, о чем я уже говорил. И Толемей, это не совсем его идея, по крайней мере, некоторые были не его, предлагает разные идеи. Во-первых, вот коричневая, это Земля, она не находится в центре. В центре находится синяя точка О. Планеты двигаются по ним, но при этом равномерно они двигаются относительно красной точки. Значит, у нас есть эксцентр, потом вот этот центр, значит, еще какой-то, и еще планеты движутся по вот этим кругам таким. И все это вместе или по отдельности. Потому что вы видите, вариантов в теории у вас получается очень-очень много, но на этой основе вы можете создавать приближение к тому, что у вас есть. Мало того, по этой основе вы можете определить, когда примерно работал Птолемей. Но у него еще есть звездные каталоги, и там есть некоторое количество движущихся звезд. Поэтому можно определить, когда Птолемей работал. Потому что Птолемей самому ничего не известно. И вот эта теория Птолемея, как он ее предложил, как он ее записал, опять же, книжка есть. Известно, что Гэхун за ним будет повторять Китай. То есть похоже, там прямо очень похожие формулировки. Вот здесь похоже, что действительно Гэхун действительно добрался до всего этого. Получается, что мы с помощью таких спасений кругового движения, все движения круговые, но получается создать вот это самое движение. И это получается первая фактически физическая теория, хотя и неправильная. хотя там говорится, если бы как-то математически можно перейти из одного в другое и вроде даже как-то рассуждаем, можно до этого дойти. Что интересно, вот эта Толемейская система останется до Коперника и Коперник все равно окажется еще не очень хорошим. Только Кеплер, который уйдет от кругов и придет к эллипсам, сможет. И как использует, кстати, конику, которая была во втором веке до нашей эры, и только тогда появится лучшая система. Но иезуиты, которые почему-то совершенно не принимали гелиоцентризм, они приедут к китайцам с вот с этим Птолемеем и окажется, что они во многом лучше, потому что у китайцев просто будет идея повторяющая систему. Китайцы, по крайней мере, в этом каком уже 17 веке нашей эры, они будут исходить из верности чего-то, из того, что у вас просто затмение происходит раз в какие-то сколько-то лет, ну или сколько-то, не лет, конечно, четко там все, они довольно неплохо, они так хочется, что кто-то, Птолемей, окажется, частично правый иезуит и частично правый китайцы, что-то, что-то, по-моему, величину затмения одни предсказали, а продолжительность другие, вот, но вот интересно, что даже вот такой устаревший пример будет все равно окажется не хуже, чем то, что они развили и сами китайцы, что китайцев, они до этого не дойдут, до идеи, что как-то надо все, ну мы говорили, что китайцы вообще геометрия не особо развита, а была, в отличие от индийцев, которые математику любили, у них, значит, вот вся эта система не будет предложена, а Птолемей это все-таки предложил, пусть и ошибочно, но у него есть система, вот можно сказать, вот теория, и, кстати, которая неплохо работает, правда, на короткие времена, если современная теория вам может любой дать движение звезд, может дать вам звезд планеты, может дать вам координаты, да звезд тоже, а может дать вам координаты в любой момент времени, потому что, ну там надо, конечно, учитывать, если хотите точно посчитать, то есть есть разная точность, ну прекрасно все это делают, все совпадает, есть же в конце концов известные, когда что-нибудь происходило, хронология очень сильно помогает, вот, так, ну и наконец, вот этот, тут еще несколько ученых будет, никто из них просто не прославится так сильно, ну представляю, и Лукреция, и Карра, и Витрувия, они не придумали что-то интересное, новое, они просто вошли, потому что их труды сохранились, это первая женщина-математик, дочь Теона Александрийского, который жил в 335-405, ну вот она, соответственно, жила чуть позже, значит, и она была, она жила вот в этом, в районе, ну понятно, в Александрии она жила, и в общем, кое-что сделала там оптики, математики, и она была убита христианами, потому что что-то им не понравилось, что какая-то была очень воинствующая секта, в принципе, она была неоплатоником, и христиан неоплатонизм вообще-то уважали, вот я вам говорила, что они потом примут идею Аристотеля, нет, первое время был неоплатонизм, здесь надо понять, что вообще происходит, ну то есть, вот, конечно, с Ипатии просто не повезло, потому что, может быть, я не знаю, сыграла ли роль то, что она женщина, потому что первая женщина, ее тут же убили, следующая женщина, более-менее, астрономы, появятся в 17 веке, ну, которые хоть ученые, которые хоть как-то можно говорить о каком-то вкладе, пусть самом небольшом, вот, значит, но что же у нас тут вообще происходит, почему вообще так христианство, неоплатонизм и прочее, дело в том, что начинается кризис, во-первых, вся эта система, которая создана в августе, она проработала, был такой второй век, ну, почти целиком второй век, это были времена хороших императоров, когда императоры другу усыновляли, пока у последнего императора Марка Аврелия, у них у всех не было сыновей, а они как бы жен, дочерей выдавали за достойных людей, причем не молодых, а вот у Марка Аврелия был сын, комод, ну, вот если вы смотрели фильм «Гладиатор», там, конечно, много чего вранья, но одно верно, комод был тот еще, то есть там просто фактически факты перепутаны, а в принципе идея там правильная, так вот, ну, кроме этого, там у Марка Аврелия вообще-то умер от чумы, на самом деле, не как в фильме, а по реальности, то есть он чума еще, значит, она сильно уменьшила население, плюс похолодание, там с первого по седьмой век, там довольно сильное похолодание пошло, плюс потом, может быть, из-за похолодания всякие варвары пришли, причем там, как тут великое приселение народов, все друг на друга там выбивали народов, ну, в общем, я хочу сказать, что постепенно был просто кризис, народа осталось мало, и вообще некому было, народ разбежался, весь по виллам, то есть они из города ушли, а если вы не живете в городе, а живете отдельно на вилле, вы, конечно, можете библиотеку иметь, ну, как бы вот иметь какую-то академию, ликей, музей, вот это все у вас не получится, по этой наукой просто люди прекратили заниматься, ну, в Александре еще какое-то время там, видимо, было хорошо, наверное, с продуктами, какое-то время еще все это интересовалось, а в Риме тоже совсем нет, и все эти кризисы, в общем, не до этого им просто было, и в 1476 году случилась чисто условная система, когда в Западной Римской империи, просто один из захватчиков корону решил, там, там младенец был практически, его отправили куда-то на виллу, а корону прислали восточно-римскому императору, но восточно-римские императоры тоже наукой не интересовались, у них была большая библиотека, там как-то переписывали, ученых почти не было, а в Европе просто вот начался тяжелый период, который, в общем, тоже нельзя сказать, что прямо в 1476-м все случилось, они даже не особо заметили этот год, но просто вообще было мало народу, и были вот книжки, как-то их переписывали, да, в 529-м закрыли академию в Афинах, афины были восточно-римской империи, не запрещали этих ученых, но академию закрыли, но был, например, такой человек, Исидор Сивильский, который, понятно, жил в Испании, это визгодская, визгодская, значит, и он покровитель интернета с 90-х годов, и вообще бы надо было, но по идее ему надо было сделать покровителем Википедии, просто Википедии еще не было, и вы успели назначить покровителем интернета, потому что он все собирал, у него есть огромные труды, где он все-все-все собрал, ну, представляете, вот сидел человек, у него что-то там было, он все это создал, а потом мы стали много раз переписывать, ну, лучше бы, конечно, сохранили первоисточники, ну, что поделать, вот, но, по крайней мере, в данном случае можно сказать, что он совершенно, был епископом, и, мало того, он довольно активным был епископом, у него в семье все были вообще, хотя бы Аббатисы, если сестра, по-моему, Аббатиса, брат тоже епископ, ну, как все такие были, то есть он был верующий христианин, достигший больших высот, но при этом, вот он типичный пример, как никто этого ничего не запрещал, просто не до этого было, реально, просто мало народу вообще было, мало грамотных, потому что населения было мало, время было тяжелое, только люди оклемались после всех этих набегов, вот это падение, а тут появились викинги, ну, это уже, конечно, вот это средние века, там, восьмой, восьмой, девятый век, ну, в общем, как бы девятый век считается совсем тяжелый, вот уже с десятого века, высокое средневековье, пошел обратный процесс, а в это время наука переселится как раз на восток, но тоже с некоторым отставанием, где-то к восьмому, седьмому, восьмому веку в Багдаде там будет академия, ну, это то, что дальше будет, это, конечно, касается только вот этого вот над Римом, потому что в других цивилизациях, в общем, ничего такого не было, но мы договорились с пятисотым годом закончить, и вот тут воникает, что именно в это, примерно в это время, в Индии происходит величайшее открытие, они открывают ноль, точнее, ноль сам по себе был открыт, но, видите, еще, когда даже придумывали в третьем веке систему до нашей эры, ноль еще не использовали, просто до этого все системы были такие, например, от сотворения Рима, ну, как бы до сотворения мира Рима их и не особо чего интересовало, было сотворение мира, условно, а тут от Рождества Христова, и как бы понятно, что до Рождества Христова, вот у нас там Рим, Египет, там много чего происходило, ну, Рима особенно, Греция, и тогда как бы там надо было это все сделать, но они даже не придумали, что это ноль. Ноль известен, по крайней мере, ну, довольно долго, но первые, вот прямо запись, которая у меня тут написана, года, это в 872 году, вот 50 и 270, вот прямо числа записаны, где ноль, вот прямо, видите, вот ноль нарисован, остальные цифры не особо похожи, особенно пятерка, а ноль уже как бы похож, только маленький. и вот эта система очень сильно упростит использование, а, нет, я брала, ой, сейчас, эта система очень сильно упростит использование этих самых арифметики, хотя я знаю картинки, которые еще в 1500-м, 600-й год, когда там, о, наконец, победили, ну, то есть я еще где-то, не знаю, в 13-м веке в Европе использовали некую другую систему, очень сложную, а тут арифметика сильно упростится, а арифметика упростится, упростится и математика, вот, ну, видите, тут как бы не совсем понятно, когда это происходит, и опять же очень интересно, что в Индии появляется некая система ньяя, в которой появляется аристотическая логика, и вот совершенно непонятно, а они сами придумали, потому что какие-то проблемы, что в Индии плохо с доказательством, нет, они все это придумали, но сами или нет, и вот это непонятно, и не знаю, можно ли это каким-то образом выяснить, если только не появляются прямо вот какие-то заимствования, которые явные, потому что, ну, саму логику, ну, заимствовали, а может, и не заимствовали, вот, так что десятичная система-то у них была, вот это позиционирование нуля, вообще придумывание ничего, ноль же это ничего, это очень великое открытие, и оно принадлежит действительно индийцам, что касается Майя, Америки, то только-только появляется система Майя, где первая дата записана их календарем, вот этой майским, вот 8 июля 1992 года, вот у них вот такая система, ну, более, наверное, похожая на римскую, ну, в общем, майский календарь, все это расшифровали, но как таковой системы научной у них практически нету, ну, и только-только цивилизация зародилась, поэтому Майя скорее будет относиться к нашим средним векам цивилизации, это только самое начало, вот, поэтому здесь пока ничего не происходит, но повторяю, что здесь и ничего особенно не произойдет, Майя, это Америка, это по крайней мере три раза, как я говорю, появилась письменность, когда письменность есть, вы можете все это читать, но в отличие от Китая, Индии, Вавилона, мне не попадалось, что у них есть именно научные тексты, ну, вот пусть по, ну, в медицине, наверное, есть, в медицине есть, конечно, ну, какие-то есть, да, вот, то есть в это время только-только появляется вот эта цивилизация, а что можно, значит, сделать из этого вывода, то есть, может быть, и не только, а я же была крокодилом, не только в Древнем Египте, то есть, наука, научные знания человеку были, конечно, доступны давно, и, может быть, даже за то, как он заговорил, в конце концов, но мы можем говорить о том, что появилась после того, как появилась письменность, хотя письменность – это тоже изобретение выдающееся, но сама идея науки, идея законов отличных от какой-то религии, а просто, когда вы пытаетесь доказать, как устроен мир, и опыты, они все-таки в значительной степени были придуманы в Древнем Греции, но с корнями Вавилонии. Возможно, можно говорить о некой параллельном открытии всего этого, или не параллельном, или, наоборот, заимствованном в Индии и Китае, но до таких вот… Это все-таки в Индии и Китае это почти всегда либо чисто практические данные, либо заимствованные, ну, кроме математики индийской, либо в значительной степени это часть каких-то этих самых культов, точно так же, как это было в Вавилоне. То есть вот говорят, да, наука зародилась вроде бы в Европе, ну, вот в этой европейской части, потому что в данном случае Вавилон и Египет туда относятся, но была основана, ну, как бы в Вавилоне раньше, но в Вавилоне она была закрытая, то есть это было то, что жрецы передают друг другу, а кроме пифигарийца все остальное у греков это было открыто, вы, ну, как бы, вы распространяли эти знания, наука все-таки в закрытом виде существовать не может, ей нужен какой-то обмен, поэтому, конечно, можно, скорее всего, все-таки я-то соглашусь, что, да, в Греции, но не Фалес-Милецкий, а, скорее всего, вот этот вот путь от Фалеса-Милецкого до Аристотеля и даже еще чуть дальше до Архимеда, потому что Архимед фактически предложил проведение экспериментов, Архимед прекрасно имел практику эксперимента, хотя, к сожалению, она фактически дальше никуда не пойдет, в отличие, ну, то есть, хотя, да, где-то в 15 веке, кстати, интерес к Архимеду усилится, поэтому, может быть, можно говорить о том, что Архимед тоже будет частью научной революции. Вот, ну, все, спасибо. На этом я заканчиваю. Так. Ой. Продолжение следует...